друзья мои мы начинаем мы начинаем наш круглый стол вопросы сохранения и актуализации в современных условиях наследия рерихов у вас у всех есть программка проведения нашего круглого стола если нет каких-то очень принципиальных возражений по этой программке тогда я предлагаю ее принять и по этой программе передать мне для приветствия слова некоторое время мне хотелось бы сказать о том что наш круглый стол в общественной палате российской федерации это довольно необычное явление хотя общественная палата занимается множеством вопросов связанных с состоянием некоммерческих организаций их отношений с государством с вопросами с которые сегодня были закреплены в основах общественного контроля законе об основах общественного контроля общественная палата сегодня получила очень серьезные полномочия рассматривать разбирать сложные вопросы таких отношений и давать свои рекомендации поэтому я бы хотел вот начиная наш круглый стол сказать что и призвать вас к тому что все выступления должны быть нацелены на формулирование формулирование и формирование повестки дня формирование рекомендаций именно общественной палаты в отношении как некоммерческого сектора так и власти исполняющей свои полномочия и в этом плане мы понимаем что эти рекомендации чем более точные чем более прагматично они будут сформированы тем мы больше можем надеяться на их реализацию при этом еще раз мне хотелось бы самом начале сказать что общественная палата ни в коей мере не рассматривает внутри корпоративные проблемы эти проблемы не являются предметом нашего сегодняшнего круглого стола точно так же как и вопросы связанные с правоприменительной практикой нашего государства мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства при этом основанием для проведения нашего круглого стола явился знаменательный факт 80-летие пакта рериха который в этом году мы с вами все отмечаем и общественная палата еще в начале января месяца проводила круглый стол здесь же мы обсуждали о цивилизационных основаниях того мироустройства на которое мы хотим обратить свое наследие на которое мы хотим обратить тот фундаментальные культурные коды каковым в общем то является наследие рерихов и поэтому в первую очередь наследие рерихов нами рассматривалось как духовное наследие русской цивилизации как часть этого духовного наследия которая в современном мире требует особого внимания мы видим что происходит в межцивилизационном противостоянии на планете мы сегодня уже наблюдаем что происходит на генеральной сессии ассамблеи на генеральной ассамблеи организации объединенных наций мы с нетерпением ждем 28 числа когда лидеры государств нам расскажут о своем видении мира на планете но чем дальше тем больше мы понимаем что никогда интересы частные интересы корпоративные интересы даже государственные интересы не могут служить основанием для умиротворения для согласия для жизни в принципах которые выходят за пределы этих интересов а что же это за принципы а вот это и есть этика и культура это и есть то о чем наследие рерихов нам сегодня просто своим наличием дает ощущение необходимости возвращения к ним сформулировал потому что эта необходимость она и призвала нас собраться здесь и я надеюсь что вы разделяете этот подход и мы понимаем что наследие рерихов сегодня приобретает все большее всемирно историческое значение именно всемирно историческое и от того насколько россия сумеет предъявить это наследие как миротворческую миссию настолько мы и сумеем превратить культуру в мягкую силу русскую культуру культуру русской цивилизации мы при подготовке этого круглого стола получили множество обращений от организации частных лиц по поводу темы нашего круглого стола мы получили конкретные предложения о выходе из непростой ситуации от министерства культуры российской федерации мы получили предложения о проектах которые предлагается поддержать в реализуемый международным фондом рерихов мы получили очень много обращений с предложениями конкретными от организации рериховских мы получили приветствия и свои рекомендации от дипломатического корпуса наших коллег при этом мы должны прекрасно понимать что музей рериха музей международного центра рерихов это выдающееся наследие выдающееся наследие и не только семьи рерихов но и шапошниковы мы предлагаю почтить память ее минутой молчания спасибо но именно это значение музея и для отечественной культуры и состояние отношений вокруг этого музея которые мы очень с вами ярко наблюдаем в средствах массовой информации когда жесткая бесперспективная конфронтация приводит к нестроению вообще в отношениях между государством и общественными организациями защищающими наследие рерихов при этом с моей точки зрения нет никаких оснований для перевода проблем защиты ценностей в проблему отстаивания интересов это извечная проблема о которую которую о котором говорили рерихи ценности интересы пока мы не перейдем к тому что не начнем проектировать сохранение ценностей преодолевая препятствия борьбы за интересы мы не сможем найти разумного решения поэтому мое предложение до начала нашего обсуждения создать нам пакт о мире пакт о мире через согласие внутри рериховского движения пакт о мире через культуру но перед тем как нам перейти действительно к представлению нашей силы нашего наследия мы должны договориться сами собой я думаю что общественная палата та площадка которая могла бы взять на себя такую согласительную миссию я не думаю что мы сумеем сделать это сегодня с вами окончательно здесь за этим столом но по предложению коллег вполне возможно создание такой рабочей группы которая бы могла поставить такие эти проблемы и их зафиксировать уже сегодня но решение их и создание это это этого пакта мы могли бы посвятить ближайшее время при этом еще раз хочу повторить что у меня никаких нет сомнений что должна быть оказана всемирная государственная поддержка проектов актуализации духовного наследия рерихов у меня нет никаких сомнений что мы должны признать выдающуюся роль шапошниковой в этой работе я ни в коей мере не сомневаюсь что выдающийся музей рерихов должен найти свое государственное сопровождение и свою меру отношений между государством и этой инициативой и наверное что мне очень хотелось бы чтобы мы призвали все таки международный фонд рерихов к мирному саморегулированию потому что информационная среда заполнена нехорошими отношениями которые выливаются и заполняют в пространстве значения там где общество может найти действительно величие наследие рерихов оно находит конфликты с этим мне казалось бы международному фонду рерихов нужно как можно быстрее разобраться и перейти в состояние договора способности к сожалению к сожалению мне к радости мне удалось вот посетить музей рерихов я еще раз был с восторгом прошел по этим залам новая экспозиция посвященная юбилею пакта рерихов она представляет действительно уникальное явление для всего мира мне посчастливилось с шапошниковой общаться когда мы только создавали она создавала организацию наследия рерихов а я создавал ассоциацию лермонтовское наследие это было первые 90-е годы 90 91 год мы друг другу помогали регистрировать примерно та же самая ситуация я примерно понимаю что такое сохранение наследия не менее великого лермонтова и наша усадьба под москвой усадьба середнякова которую мы тоже восстанавливаем исключительно за свои средства и сохраняем наследие лермонтова при этом существуют и музеи в тарханах и в пятигорске и в тамане а то что нам еще предстоит это действительно вернуть себе это право право сохранять наследие но я прошу еще раз не путать наследие эрихов и наследников мне это очень понятно как только мы начинаем переходить в плоскость выяснения прав наследования мы тут же теряем задачку сохранения ценности спасибо за внимание и слово посвященной памяти шапошниковой гинделес лев миронович прошу спасибо уважаемые коллеги мне поручено вести вот эту часть нажмите там кнопочку так слышно мне поручено вести эту часть нашего круглого стола я хочу поблагодарить организатору заказанное доверие значит у нас три по программе трое выступающих отведено 45 15 минут значит из этого надо исходить я здесь числюсь первым ну я тогда и сразу же начну я познакомился с людмилой васильев в конце восьмидесятых годов когда орешевское движение было еще едино и мы много лет плодотворно сотрудничали людмила васильев несомненно большой дух пришедший на землю с определенной миссии она прошла героический путь несломимого борца за культуру за утверждение знамени мира утверждение имени и учения рерихов она была ближайшей ученицей святослава николаевича рериха ей он поручил привести в россию бесценное художественное духовное наследие своей семьи и назначил ее доверенным лицом по наследию те кто имел возможность познакомиться с документальным фильмом о создании советского фонда рериха видели с каким уважением даже пиететом относился святослав николаевич к людмиле васильевне выполняя его долю людмила васильевна создала уникальный музей рериха музей который превратился в очень важный культурный очаг мирового значения помимо постоянной экспозиции музей систематически проводит передвижные выставки по городам россии ближнего и дальнего зарубежья работает лекторий проводятся музыкальные концерты ведется научно-исследовательская работа по изучению творческого наследия рерихов публикуются серьезные книги статьи каталоги издается замечательный журнал культура и время создана богатейшая библиотека бесценен отдел рукописи и архив музея ежегодно проводятся научно-общественные конференции по самым актуальным проблемам науки и культуры здесь начинал работать центр гуманной педагогики распространившись затем свою деятельность на всю постсоветское пространство по инициативе людмила васильевна создан объединенный научный центр проблем космического мышления вот когда начинаешь осознавать все что сделано было за такое короткое время приходится только удивляться как это стало возможным как один человек мог поднять и понести такой груз Людмила Васильевна обладала конечно неукротимой энергией ну и кроме того она была все таки не одна ей удалось создать и повести за собой коллектив талантливых самоотверженных преданных людей это тоже большая заслуга Людмилы Васильевны Людмила Васильевна не только талантливый организатор культуры она глубокий самобытный философ и мыслитель о развиваемой ею идеи об историческом процессе как отражении космической эволюции о роли России в историческом процессе о методе свидетельства как источники бета-научного знания об учителях человечества как субъектах реальной истории о живоэтике как философии космической реальности о смене форм мышления в процессе исторического развития и возникновения в наше время нового четвертого типа мышления космического все это закладывает в фундамент новой научной парадигмы ее статьи и книги поражают глубиной исследований мастерством изложения на них учатся и будут учиться поколения учеб я уже говорил что Людмила Васильевна была большим духом пришедшим на землю с важной миссией не случайно когда она путешествовала маршрут центрально-азиатской экспедиции Рерихов ее принимали в самых закрытых монастырях и знакомили с сокровенными реликвиями которые обычно не показывают европейцы некоторые эпизоды этого путешествия описаны в ее книге мы знаем каким нападкам подвергаются большие дуги многие годы Людмила Васильевна подвергалась беспрецедентным нападкам так произошло признание ее заслуг со стороны противников фокус явно проявился и на него стали направляться главные силы тьмы как известно такие нападки и такое признание самый верный признак значимости человека рассказывая о подвиге Елены Ивановны Рерих и других подвижников и подвижниц Людмила Васильевна не раз говорила о трудностях земного пути больших духов о неизбежном заземлении которое им приходится преодолевать Людмила Васильевна в полной мере испытала на себе тяготы этого пути особенно тяжело, потому что есть в самые последние годы жизни, когда силы уже оставляли ее враги нанесли чудовищную ударку музея но не только враги осложняют земной путь подвижников правильно говорилось на прощании с Людмилой Васильевной что решения порой были парадоксальны а такие решения не всегда воспринимались друзьями иногда ее реакция казалась слишком резкой но когда идет битва руководитель должен быть твердый и непреклонен доброта не должна превращаться в мягкотелость суровость и доброта два крыла одного качества возможно Людмила Васильевна не всегда удавалась соблюдать баланс непреклонности и нетерпимости возможно она ошибалась в каких-то своих суждениях не надо обречислять земных людей рестницы окружившие Людмилу Васильевну постепенно создавали и создали культ ее личности беда Людмилы Васильевны в том что она позволила это сделать что она не распознала своих корыстных лицецов не сумела отличить их от настоящих преданных друзей и в тяжелую минуту оказалась одна безнадежная опора но сейчас когда мы пытаемся понять итоги ее земного пути мы должны видеть главный баланс главный результат этого пути хорошо сказала о ней Лидия Ивановна Уранова-Зубчинская это человек который совершил огромный духовный подвиг и воплотив в жизнь и чаяния всей семьи Рерихов а значит и владыки ее вклад в эволюцию нашей планеты в духовный рост России велик но оценен он будет в полной мере в будущем да будет благословенна ее миссия на земле и в беспредельности заканчивая хочу сказать что Людмила Васильевна создала музей Рерихов и теперь когда над ним нависла угроза уничтожения со стороны врагов и как ни странно со стороны друзей она своим уходом может помочь отстоять его и вот тот поток светлых мыслей и чувств который вылился в пространство при прощании с нею и продолжает выливаться когда мы думаем о ней этот поток станет преградой на пути разрушителей позвольте на этом я закончу спасибо Лев Миронович да вы сказали что еще еще два человека у нас еще записались да пожалуйста здесь по программе значит следующее слово я с большим удовольствием представляю Ренате Андреевне Григорьевой это значит историк создать Стайлана Авустопова Режиссов движение историк создать первого фильма о Рерихов Рената Андреевна пожалуйста Ренита Ренита Андреевна спасибо Лев Миронович дорогой вы начали прямо с того что когда вы первый раз увидели Людмилю Васильевну так вот я вам хочу вам сказать что я познакомилась с Людмилю Васильевной ну полвека назад можно сказать так когда мы учились вместе в МГУ и я училась на первом курсе а она уже так сказать кончала уже была аспиранткой и была у нас политинформатором и нам доставалось невероятно тогда уже и жесткую так сказать руку но очень своеобразный характер мы уже на себе почувствовали и надо сказать это было очень дружелюбно при том вот что очень важно и мне очень хочется я уверена даже поскольку вот как я ее так сказать все представляю что она бы сейчас обязательно воздала вот когда ей уже воздают такие почести она бы обязательно сказала что она благодарна вот этой школе нашей уникальной совершенно школе образовательной которую мы все получили образование именно в МГУ потому что прежде всего она уже вышла человеком очень сильной исторической школы ну вы сами знаете что было лучшее образование вообще действительно и второе что очень интересно мы там все были вот все абсолютно мы были общественными деятелями мы все спасали все человечество как минимум так скажите как помните коле красоткин так кричал я желал бы желал бы вообще спасти все человечество и это все проявлялось очень органично потому что мы все все таки были дети войны вот сейчас мы организ такая у нас есть уже организация и я всех призываю тоже поддержать это движение это ветераны мира потому что мы сейчас 70-летие вы помните знаете все вот мы в нем еще живем все и вот то что действительно миротворчество и все это великое вот я просто свидетель я так раз с детства в этом я вам совершенно ответственно говорю что если бы не это движение народов которое возникло из пламени войны как результат ее и это удивительно то что вот сейчас мы очень должны все напрячься как я даже считаю и этот юбилей который у нас сейчас вот проходил 70-летие непременно перевести в 16-м году уже вот в это движение на новом ветке миротворчества и тут пакт мира просто прекрасно что именно сегодня поставили это самую так сказать повестку дня самую главную потому что сейчас это как раз будет и тут уже начнутся юбилеи вот это движение мира который первые начали женщины простите мужчины но уже век матери мира это так сказать мы все должны признать я думаю что вы так сказать не обидитесь на это будете поддерживать женщин вот и для того чтобы это действительно свершилось очень важно чтобы вот такие вещи которые все-таки в этом году совершенно блистательно мне кажется прошли по крайней мере там где мы были участниками когда справляли отмечали именно вот восьмидесятилетие пакта рейха потому что вот например еще есть такое уже движение ассоциация городов мира сейчас я не знаю есть кто-нибудь из литвы или нет но вот буквально десятого числа уже мало того что там алтай у нас в это же время почти объявил себя территорией мира причем это именно было под знаком знамени мира а литва десятого числа себя республикой мира объявила и просто мы должны всех поздравить и порадоваться так вот я хочу сказать что наверное бы Людмила Васильевна именно это очень ее бы обрадовала и поэтому мне кажется вот я нашла тот документ потрясающий своим сейчас архивом занимаюсь и это очень интересный документ который я думаю кто будет на круглом столе его могут читать очень долго но мы его даже можем отксерокопировать и всем дать потому что он написан 21 января 73 года в это время Людмила Васильевна она поехала в Индию она была так сказать индологом и поехала она по линии союза общей дружбы а ну так случилось что моя мама Нина Васильевна Попова была как раз председателем совета президиума этого союза общей дружбы и она написала первое там она встретилась с Детаславом Николаевичем и это вот документ очень интересный который после уже с ним так сказать очень серьезного разговора а уже это был 72-й год а в 60-м году как вы знаете приехал уже Юрий Николаевич в 58-м 60-м году он выступал в доме дружбы уже тогда был создан союз общей дружбы и в доме дружбы его было первое выступление тоже программное которое все было построено на евразийской идее очень интересно впервые она так прозвучала так ярко потом вы знаете все кто его ученики еще очень замечательно еще слава богу жилы которые так сказать кабинет вот организовали и в это время когда так сказать уже был Юрий Николаевич в Москве и выставки прошли но это еще было ну по линии конечно это государство уже устраивало тогда еще как вы знаете был еще не Советский Союз но образовывалось что самое ценное в процессе именно вот в процессе работы возникали удивительные формы вот та самая общественная форма которая потом уже так хорошо концентрировалась и о которой мы сейчас говорим и вот имеем уже общественные палаты это уже тогда это начиналось движение и вот именно этот документ он говорит о том что то есть когда Людмила Васильевна поехала и они там со Святославом Николаевичем уже оговорили как бы весь план подготовки к юбилею Рериха столетию потому что задача была чрезвычайная тоже вы все знаете все по документам что практически именно в семьдесят четвертом году можно не знаю как лучше сказать произошло о государствовании что ли вот Рериха когда действительно было решение политбюро он был приглашен справлять именно этот вот юбилей отмечать на уровне вот таком когда было принято решение политбюро и оно было во многом подготовлено вот этой запиской вот здесь значит Людмила Васильевна пишет после разговора с Святославом Николаевичем являясь уже как бы его представителем она пишет председателю значит союза общей дружбы прошу вас довести до сведения инстанций полномочных решать вопросы поставленные в записке и все вопросы как надо проводить юбилей которые были оговорены фактически вот здесь написаны причем я обращаю внимание ваше вы потом это прочитаете здесь очень все подробно и очень большое внимание они сразу уровень такой взят вот я понимаю что для нее было когда вот с этими нашими уже университетскими так сказать идеями миротворчества и вдруг она сама открыла для себя вот наследие Рериха его пакт мира ведь это же мы тоже в эти годы узнавали и это очень четко и красиво настолько что это можно сейчас положить на новом витке вот в основании того то сейчас мы все для чего собрались и что самое замечательное что здесь она сразу уже говорит о так сказать о том что необходимо синтез вот этих знаний необходимо чтобы был создан такой орган который бы включал в себя в котором мы соединились и академия художеств академия наук и различные общественные организации то есть потому что как вы знаете знамя мира это уже так сказать полный синтез и в 21 веке я прошу вас завершать я закончила да и вот поэтому я просто всех призываю действительно в основу положить то что было положено прежде всего Николая Константиновича Елены Ивановны Юрия Николаевича Святослав Николаевича слава богу мы их всех видели не Елена Николаевича Святослава Николаевича и Зинаиду Григорьевну там было прежде всего они говорили о единении дружелюбие и созидание как говорили созидание спасибо у нас еще по этому вопросу да у нас еще фурсей Георгий Николаевич я прошу ну вот когда вот такая машинка пикает значит старайтесь да пожалуйста здравия друзья здравия Георгий Юрьевич сегодня мне кажется нам очень знаменитая идея мы собирались по важнейшему делу который находится на самом деле и ученых мы встречаемся в нашей стране Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошли создать Лигу защиты культуры. Мы втроем участвовали на первых этапах. Я, Людмила Васильевна, и Михаил Николаевич Ирятев. И основная идея состояла в том, чтобы объединить выдающихся людей нашей страны на служение культуре, на служение знаниям, на сохранение того, что обычно теряется в переходные моменты. А тогда был острый переходной момент в нашей истории в России. Так, чтобы минимально понизить, снизить те потери, которые неизбежно происходят в такой ситуации. Я хочу сказать о Людмиле Васильевне, что это вообще говоря, вот можно произнести такие слова, не считая их сколь-нибудь преувеличенными. Людмила Васильевна была великой женщиной. Великой женщиной, которая совершила великий подвиг в нашей стране. Благодаря ей и друзьям, которые помогали в этом, и посол, ныне посол в Индии Кадайкин и многие другие, удалось переместить наследие, которое Святослав Николаевич завещал России, в России. И это был первый замечательный подвиг, который она совершила. А затем было создано некое единое целостное такое создание культурное, потрясающее по своей целостности и значимости. Это не только музей, который светится своими великими полотнами и душами тех людей, которые писали эти полотна. Но это также, это вот среда, которую она создала. Это музей, это архив, это потрясающая издательская деятельность, потрясающий журнал «Культура и время», потрясающий. Все, кто его видит, мои друзья, коллеги, все, кто вообще, ну, просто видят чисто внешне, потрясаются, какой замечательный, какие замечательные идеи туда вложены, как это красиво, как это замечательно. И это несет информацию о великих людях, которые создавали Россию, о великих сущностях, которые существовали на нашей планете. Это потрясающая совершенно издательская деятельность. Я уж не говорю о том, что она написала замечательные книги. Замечательным является эта работа с детьми, это создание, так сказать, вот некой среды, поиска талантливых детей и возможности им себя реализовать. Это конференции. Я, естественно, научник, я физик, я на многих конференциях побывал по всему миру. Я должен сказать, что таких красивых конференций, как в МЦР, как вот под руководством Людмилы Васильевны, я нигде и никогда не видел. По организации, по стилю, по, так сказать, вот проникновенности и по тем слушателям, которые были в этих аудиториях. Я завершая, я понимаю, что времени очень мало, я хочу сказать, что наш долг, вот мы сегодня собрались, наш долг напрячь все наши силы, интеллект и все душевные наши силы для того, чтобы не просто сохранить. Мы должны понять, что вот та ценность, которая была создана в значительнейшей степени душой и возможностями, интеллектом, так сказать, Людмилы Васильевны, его надо сохранить, его надо сохранить и приумножить. И для этого вот я совершенно согласен с Михаилом Юрьевичем, что нам нужно искать пути внутреннего согласия. Сейчас суровая ситуация. Совершенно неконструктивно выступать против собственного государства. Государство это мы. Мы выступаем против самих себя, когда мы начинаем выступать против. Мы должны искать пути сотрудничества, пути сотрудничества и согласия. Не противостояние пути сотрудничества и согласия во всех, во всех ипостасях, во всех средах. И только это может привести к успеху. Я завершаем и хочу сказать, что я с колоссальным почтением отношусь к памяти этого человека. Людмила Васильевна была избрана академиком Российской Академии Естественных Наук. Это было не случайно, потому что Российская Академия Естественных Наук несет на своем знамени имя Вернацкого. Это очень близко к тому, что развивалось в учениях Рериха и так далее. Она была удостоена звания «Рыцаря наук и искусств» Российской Академии Естественных Наук. Я считаю, что это одно из самых красивых признаний. Я хочу завершить тем, что мы все должны отнестись с удивительной, с полнейшей ответственностью за текущий момент. Мы не должны замазывать те трудности, которые есть, потому что если мы не будем их показывать, боясь их показать, то тем самым мы не сможем их и преодолевать. Но в основе должна лежать дружелюбие, в основе должна лежать любовь и в основе должна лежать ответственность. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Георгий Николаевич. Мы переходим к содержательной части нашего обсуждения. И перед этим мне хотелось бы сообщить... Я прошу вас, Георгий Николаевич, выключить микрофон свой. Я хочу сообщить о том, что в адрес нашего круглого стола поступило много обращений. Обращений, которые призывают к тому, чем завершил свое выступление Георгий Николаевич, к согласию. Но если рериховское общество не сумеет сконструировать пакт о согласии, то что же мы можем предлагать всему миру остальному? Действительно, мы должны об этом думать. И каждое обращение направлено именно на поиск этого согласия. Препятствия надо преодолевать, а ценности надо сохранять. Сохранять любой ценой. И мы не постоим за этой ценой, потому что мы понимаем, что русская цивилизация, она держится на этих ценностях. И наследие, оно бессмертно. А наследники, к сожалению, вступают в совершенно нелепые разбирательства. Итак, приветствия поступили от Международного центра рерихов, Международного совета рериховских организаций имени Святослава Николаевича Рериха, от Министерства культуры Российской Федерации, от Астрийского, Немецкого, Эстонского, Латвийского рериховских обществ, от Чрезвычайного полномочного посла России в Ватикане Александра Алексеевича Авдеева, от Чрезвычайного полномочного посла России в Индии Александра Михайловича Кадакина, от члена правления Международного центра Рериховых Шалвы Александровича Аманишвили и более 10 региональных рериховских организаций, и эти обращения продолжают поступать. Я вот тут их наблюдаю на почте. А к вопросу о всемирно-историческом наследии Пакта Рериха и мероприятиях в честь его 80-летия я предлагаю слово дать Черкасовой Ольге Анатольевне. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, единомышленники, я совершенно уверена в том, что все, собравшиеся здесь, понимают ценность совершенно уникальную, особенную, того наследия, которым мы все обязаны замечательной семье Рерихов. Высокая честь и высокая ответственность дальше, продолжить то дело, которое они начали, и не забыть в наших разных сложных обстоятельствах нашей жизни и деятельности о главном. А главным действительно является Пакт Рериха, который 80 лет назад был принят на очень высоком уровне международном, Латинской Америкой, США, внесли свою лепту. И на сегодняшний день мы являемся наследниками и теми людьми, которые должны продолжить это замечательное, уже зафиксированное воззвание к миру, к миротворчеству, которое должно быть реализовано сегодня. Что такое Пакт Рериха сегодня, как мы его отмечаем, об этом можно говорить много, но на уровне музейного нашего пространства, тех музеев, которые в силу обстоятельств и особенностей связаны с именем Рериха, естественно, музей свадьбы Рериха в Изваре – это один из таких музеев. В прошлом году мы замечательно все вместе, соборно отметили 140-летие Рериха и 30-летие создания этого музея. В прошлом году это была дата для нас очень значительная и был единственной, в пространстве большого нашего государства такое явление, когда губернатор своим решением, было принято решение о создании оргкомитета по подготовке к проведению этих торжественных мероприятий. Я другого такого примера не знаю в России. То есть мы это прожили, когда Ленинградская область выступила инициатором, Петербург подключился в лице, прежде всего, музея-института семьи Рерихов, и мы провели несколько дней в очень насыщенной работе культурной, научной, образовательной. Закончилась праздником в Изваре, потому что Извара при всех своих высоких миссиях, а миссия музея «Мир через культура», мы живем в пространстве села, деревни и всех обстоятельств, которые с этим связаны. Это, с одной стороны, старинная усадьба, с другой стороны, это еще более древнее место поселений водских, славянских, жорских и разных других племен, а с третьей стороны, это вот такой международный центр. И наша международная программа, посвященная именно идеям пакта Рериха, этим программам уже 25 лет, и я имею честь, вот 25 лет я работаю в музее, 25 лет мы в разных формах продвигаем наши миротворческие идеи. То есть международная программа русско-индийских культурных связей, русско-эстонских, русско-финских, которые вылились в международную очень значительную программу «Северный ренессанс. Новый диалог культур». Это наши небольшие такие скромные достижения, которые нам удались. Когда из плоскости юридического международно-правового поля мы переводим великие принципы миротворчества, мы переводим на уровень, доступный детям, начиная с детского сада, студентам и всем тем людям, которые сегодня живут в России. Многие из них не знают о Рерихе, многие не знают о пакте, и сделать пакт, его принципы понятными – это наша миссия общая. Могу вот еще один пример привести, может быть, не все знают, что именно миротворческие программы международные, посвященные пакту Рериха нашего музея, когда-то, совершенно неожиданно для меня, так получилось, что наши государственные представители комитета по внешним связям Петербурга ценили наши программы, меня послали в Шитцин. Я неожиданно для себя не успела клянуться, я стала членом Совета комиссии по культуре Союза Балтийских городов. До сих пор я представляю там Санкт-Петербург, Калининградскую область, вот от имени России я там, так сказать, представляю наши миротворческие культурные, так сказать, инициативы. Результатом этой работы явилось то, что в Смольном 10 лет назад, это можно оценить, потому что все нынешние наши деятели государственные и общественные понимают, насколько это непросто, когда в Смольном проходила большая международная конференция, посвященная по идее пакту. Но мы ее сформулировали так, чтобы было понятно всем, значение возможности музея в современной мере. Мы провели международную конференцию, мы издали материалы на двух языках, эти материалы были распространены в 110 городов Балтики, Союза Балтийских городов. То есть вот наша собственная деятельность является доказательством того, что идеи пакта реальны, идеи пакта очень конструктивны. Чем больше совместных усилий мы приложим к тому, чтобы эти идеи стали доступны и понятны на всех планах, напоминаю, что сами Рерихи, Елена Ивановна, Николай Костанович, очень волновались, когда увидели даже при их жизни, они заметили, что пакт, ну, юридический документ, а он, значит, ну, юридический где-то. И Елена Ивановна писала, все время подчеркивает тоже, что Николай Константинович, что это прежде всего некий принцип культурно-образовательный, то есть принцип выхода вот этих идей в образовательное пространство, доступное, конечно, и музеям, как уникальным социокультурным центрам. Естественно, особые возможности и таких музеев-усадеб, которыми являются извары. Ну, и я бы хотела предоставить слово, прежде чем предоставили слово, у нас среди участников стала замечательная молодая исследовательница, как раз по пакту написавшая диссертацию, чему я была очень рада, Спиридонова Юлия Отчества, не помню, вы меня простите. Валентина Валентинова, да, но прежде чем вам передать слово, я бы хотела потезисно по основным проблемам нашего стола все-таки сказать о том, что огромное спасибо Общественной Палате, я считаю, это знаковое событие, когда имя Общественная Палата является тем инициатором собирания наших общих сил для конструктивного решения таких очень насущных и важных проблем. И несколько предложений конкретных. Дело в том, что я, когда мы занимались, я писала работы научные, посвященную Юрию Николаевичу Рериху, это был 92-й год, извините, мы делали выставку музея, и нам предоставили материалы и Институт Востоковедения Рыбаков, и Людмила Васильевна только что привезя материалы из Индии, и здесь только-только начиналась эта деятельность Мазержавного центра Рерихов, о чем я хочу напомнить, что когда Юрий Николаевич приехал в Россию в 1957 году, он привез свою часть наследия, картины, то, что передал ему отец, и он передал бесплатно государству с единственным условием, должен быть создан музей Рериха, государственный музей, насыщенный вот этим огромным количеством картин подлинников. Ему обещали, дальше стало затягиваться то Москва, то Петербург, а может быть Новосибирск, а может быть Москва, и вот он почувствовал, что, скорее всего, вопрос не будет решен, и он не был решен, до сих пор эти картины хранятся в фондах Русского музея. В прошлом году выставка была роскошной в Русском музее, мы все имели счастье увидеть, но раз в 10 лет, наверное, это немножко мало. Если наследие не пьедено, вопросы наследия, они упираются и в то, что Рерих и его картины должны быть экспонированы, они должны быть представлены не в количестве четырех картин Русского музея, и сколько-то сейчас совсем мало в Третьяковской арее. Художник, прежде всего, Рерих всегда говорил, да, я общественный деятель, но я, прежде всего, художник. То есть его работы должны быть доступны. Поэтому вот еще одна тема наследия сохранения, это наше соборное совместное усилие, обращение к тем музеям, где большие коллекции, чтобы они были представлены, чтобы они чаще могли их давать на выставки в другие музеи, в частности, музей-институт Семьи Рериха, замечательная площадка, где русский музей может постоянно показывать свои коллекции, мы будем все вместе этому радоваться. И возвращаясь к тому, что пакт Рериха – это все-таки сохранение культурного наследия, ну, вы меня поймете, что когда общественность смогла убедить государство и был создан государственный музей Рериха в Извари, все общественность вздохнула облегченно, вопрос решился. На самом деле он не решился. На сегодняшний день наш музей является филиалом, одним из 30 филиалов музейного агентства Ленинградской области. Насколько затруднены наши развития, вы можете представить, несколько раз принимались на разного уровня законодательного собрания Ленинградской области, самых высоких гостей, решение, конечно, должен быть заповедник. Но пока ВОЗ и ныне там, и я хочу сказать о том, что решение государственного музея, создание, допустим, это еще не решение проблем, поэтому вот эти объективные сложности, они есть, но совместными нашими усилиями, наверное, они решаются. Спасибо. Спасибо. Вы весь регламент исчерпали этого вопроса. Я прошу прощения. Поэтому, Юлия Валентиновна, вам 5 минут, но я вас еще раз прошу, коллеги, мы конструируем рекомендации. Мы не конференция, обсуждающая проблемы, связанные с музеями, с их жизнью, хотя, конечно, мы могли бы посвятить этому время. Но мы сейчас, давайте сконцентрируемся, ведь вопрос был о всемирно-историческом наследии, значении и мероприятиях в честь 80-летия. Ну, ведь сама по себе конференция, которая готовит Международное релиховское общество, это тоже пропадает в эту тему. И попадают в тему те выставки, которые прошли в мире, которые сегодня обсуждаются на всех этапах. Поэтому давайте, если говорим про всемирно-историческое наследие, про это и говорить. Пожалуйста, Юлия Валентиновна. Спасибо большое организаторам за возможность присутствовать на этом замечательном круглом столе. Для меня было неожиданностью вот это данное мне слово. Я не думаю, что нужно очень долго подробно рассказывать о факте Рериха. О нем тут все прекрасно знают. Мне кажется, и тем более, что это действующий документ до сих пор в западном полушарии, факт Рериха был написан исключительно в понятных словах и фразах. Стоит заострить внимание лишь на том, что он положил начало международной охране культурного наследия, которая за 80 лет очень сильно изменилась и, конечно, улучшилась. Поэтому намного конструктивнее, на мой взгляд, вспоминая факт Рериха, безусловно, говорить о идеях Николая Константиновича. Однако на этом не ограничиваться и, возможно, больше внимания уделять тем нерешенным проблемам в культурной политике России, связанным с музеями, связанными с памятниками, с реставрационной отраслью, которая сегодня переживает не самые сложные времена. И все это, собственно, почему я это говорю? Потому что сам Рерих был в первую очередь человеком действий. И он сам говорил, что факт Рериха – это всего лишь тот документ, который может дать импульс общественному движению, что, конечно, и произошло совершенно в мировых масштабах, и больше такого прецедента после одного документа не было, и, наверное, вряд ли возможно. Но, однако же, абсолюцизировать сегодня значение факта Рериха для правовой системы, на мой взгляд, было бы не совсем верно. Более верно обращать внимание на проблемы с правоприменением тех законов, которые уже есть в Российской Федерации. Их существующие законы как-то, скажем так, гармонизировать с международным законодательством, в частности, с объектами всемирного наследия, которые представлены широко в России, и, в частности, в Петербурге до сих пор не сформированы охранные зоны. То есть есть только федеральные памятники, региональные, и они совершенно не коррелируют между зонами памятников всемирного наследия. И мне кажется, что намного важнее, вспоминая факт Рериха, отмечать именно эти проблемы, а не абсолютизировать его значение все-таки актуальными для своего времени, 30-х годов, в котором он был создан и предложен. Спасибо. Спасибо, но я хочу вас уверить, мы ни в коей мере не абсолютизируем, как вы говорите, и не переводим духовное наследие Рерихов в нормативно-правовое регулирование. Упаси нас, Господи, от этих тенденций. Мы говорим как раз о нравственном наследии, и мы говорим о том, что нравственное наследие никаким образом не может норматироваться. И общественная палата, и наше с вами собрание, как раз и есть та площадка, в которой мы должны сформулировать нравственные подходы к тому беспрецедентному событию, каковым явился факт Рериха. Почему вот это движение, вы говорите, вот оно существует? Оно существует, но мы как раз и собрались для того, чтобы сделать его всемирного масштаба. Но начинать надо этот масштаб с самих себя. Спасибо. Переходим как раз к этому более детальному вопросу, который называется «Новые формы актуализации наследия Рериха в духовно-культурном пространстве России с учётом современных вызовов». И угроз, я бы сказал. Да, абсолютно точно. Коллеги, значит, у нас трое выступающих на этой секции. И первому слову предоставляется Буданову Владимиру Григорьевичу подготовиться Чирятеву Михаилу Николаевичу. Уважаемые коллеги, особенность наследия Рерихов заключается, на мой взгляд, в первую очередь в том, что они были людьми, связующие времена. Это через культуру. Но, с другой стороны, они были провозвестниками тех процессов, которые сейчас активно начинаются. И всё более отчётливо становится понятно, что принципы живой этики, принципы высоких нравственных идеалов, заложенных в их работах, в философии, будут основой построения ближайшие десятилетия глобализации на новых основаниях. Если посмотреть евразийскую традицию, которая присуща нашей многонациональной стране, то, пожалуй, из всех евразийцев только Рерихи сегодня сохранились в той высокой тональности общественного значения. Ну, последний, может быть, Гумилёв был, да, вот на слуху. Нет ни Трубельского, здесь появились какие-то нео-евразийцы, которые скорее вредят этому делу. Вот. И вот возвращение к истокам подлинного понимания, не академического, а именно практического, людей, которые связали не только времена, но и культуры столь разных народов. И, как вы понимаете, нет пророков в своём Отечестве. Вот. Ихыма вернулась через Индию, где их и сейчас почитают махатмами. Они являются национальным достоянием не только России, но и Индии в первую очередь. А это тоже материнский такой тип культуры, сочетающий огромное количество и конфессий, и этнокультурных традиций. Россия сегодня находится в фокусе внимания мировой общественности. Вы видите, что разрешение конфликтов не только военных, но вот сейчас идут антроппотоки в Европу. Европа не способна разобраться со своим вот этим культурным релятивизмом и неолиберализмом, совершенно не способна решать подобные проблемы. Так же, как ближневосточный кризис. Всем понятно, что без России его невозможно преодолеть. То есть Россия является средоточием нового мировоззрения. На что здесь опереться? Ну, традиция богатая, но по сути вот таким синтезом наших духовных оснований в проекции на современность, в проекции на будущее и является подход и учение семьи Рерихов. Конечно, это не только художники, и в большей степени это философы, культурологи, антропологи, духовные учителя. Поэтому, говоря о традиции музейной, нельзя ограничиваться экспозициями, популяризацией, выставками, это по умолчанию, это просто необходимо. К сожалению, сегодня нет средств в музее Рерихов. Ну, спонсор один исчез, другой вряд ли появится. И Людмила Васильевна, как я вот вижу ее роль и деятельность. Это человек, который осуществлял парадигму хранителя. Хранителя с большой буквы. С ее уходом эта парадигма кончается. Ну, там наверху виднее, когда человеку уходить, и это не случайно. Противостояние между государственными структурами и общественными, ну, давайте, чего греха таить, давайте вспомним, насколько по-разному министерство относилось к этому движению и, соответственно, к музею. Одно дело Авдеев, и другое дело как там? Забыл. Вот хорошее имя помню. Швыдкой. Да. Вот. Поэтому в действительности вот такая вот чехарда и возможность стабилизировать ситуацию могла быть только за счет сильного лидерства и общественной поддержки. Время меняется. Россия разворачивается на восток. Ну, есть на это свои циклы, всплывает огромный материк Китая и Великой степи. Индия выходит, соответственно, на мировую арену как крупнейший субъект и большие усилия делают, чтобы нас отвратить от Европы. Так или иначе, Россия должна научиться говорить на многих языках мира. Есть ли у нас парадигм подобного рода общения и понимания, взаимопонимания с людьми разной культуры? Есть. Это практика, это мироощущение, это мировоззрение Рерихов. Я считаю, что здесь сейчас нужно, наоборот, союзное взаимодействие и общественного движения, и того замечательного музея, который сохранен, и новых задач, которые стоят перед новой Россией. Это может быть общественно-государственное сотрудничество. С одной стороны, понятно, что источником финансирования, ну, частью, так скажем, финансирования могло бы стать государство, а вот концептуальное управление и вот эта энергия общественного движения по распространению, популяризации, изучению, это могли бы взять сегодня те силы общественные, которые включены в это движение. то есть перейти от конфронтации к сотрудничеству, а формы здесь важны добрые намерения, поскольку задача стоит очень серьезно. Если вы посмотрите, то мир через культуру уже достаточно распространенный термин, и уже забывается, кто это начинал. Ну, вот, скажем, в Казахстане вот как раз эти идеи Рерихов находят большой резонанс. то есть евразийское начало, оно имеет свою идеологию, хотя ее так, может быть, не стоит называть, но было бы очень опрометчиво нашей власти, нашим, так сказать, людям, отвечающим за будущность России, пренебрегать таким богатством духовной жизни нашего Отечества. Спасибо. Спасибо, Владимир Григорьевич. Слово предоставляется Чиряйцеву Михаилу Николаевичу подготовиться представителю Министерства культуры Рыбаку Кириллу Евгеньевичу. Дорогие друзья, ну, во-первых, благодарность Общественной Палате, которая, реализуя свои задачи, дошла до этого актуального разговора, и, может быть, это один из сущностных моментов, я думаю, в истории Общественной Палаты и даже в истории России, когда начинается диалог с государством представителей Рейховского движения, и хотелось бы, чтобы этот диалог был полноценным, чтобы он был насыщен духом Рейховского движения, чтобы различные пересуды, различная шелуха, различные недопонимания не мешали этому диалогу, исходя из сущности самих задач проявления или, как мы назвали в теме круглого стола актуализации Рейховского наследия. Поскольку тема, которую мы сейчас обсуждаем, касается новых форм актуализации наследия в духовно-культурном пространстве России, с учетом современных вызовов, то нужно сказать, что с позиции учения Рейхов, с позиции в живой этике, одна из главных причин того, что происходит на земле, войны, болезни, катастрофы, эпидемии, то есть те вызовы, глобальные проблемы человечества, которые не может уже решить ни одна отдельно взятая страна, когда нужно единение, коллективное единение сообществ, оно не получается, и даже это не получается у организации объединенных наций, одна из главных причин того, что происходит, это искажение принципов духовной иерархии. И это относится конечно и к самому рейховскому движению, и проблемы, которые сейчас возникли, это проблемы естественные, естественноэволюционные очищений, которые и мешали проведению вот этой божественной воли от самого верха, от духовных пространств до земных пространств. Блестящую научную основу новой научной картины мира дал Владимир Иванович Вернацкий. И Владимир Иванович Вернацкий утверждал, что создание на нашей планете культурной биогеохимической энергии является основным фактом в ее геологической истории. Это принцип иерархии, который был заложен на уровне создания самой планеты. И вот культурно является высшей формой этой эволюции, потому что в 20 веке научная мысль, культурные движения, творческие люди, духовные люди со скоростью взрыва, согласно Вернацкому, создают на сферу ее высшие слои. Не понимая этого эволюционного градиента, этого призвания, мы не будем правильно смотреть и на составляющие эволюции, коим являются в частности и исторические процессы, ибо мы смотрим на них часто с геополитических позиций, с позиций экономических и на культуру смотрим с этих позиций. Более того, начинаем управлять культурными более высокими процессами с позиций желудочных. Рерихи считали, что искусство, наука, духовные учения, а это суть смысла знамени мира, должны быть ведущим началом, а не экономика. Это же подтвердила Комиссия по культурному развитию ЮНЕСКО, которая была создана в 95-м году, говоря о том, чему должны подчиняться государства и кто должен на самом деле управлять. Это дух народа, дух народа, который будет направлять ведущими. И в Рериховском движении сейчас начинается закономерный переломный момент. Он резонирует с тем, что происходит в мире. И в Рериховском движении есть свой ИГИЛ, и в Рериховском движении есть свой Майдан. Эти процессы связаны с очищением, планетарным очищением. Без этих столкновений невозможно это очищение. Что происходит у нас? Живая энергия мысли, творчество начинает закостеневать в слоях, которые обрастают стереотипами, шаблонами, схемами, не дойдя до более высоких слоев своей реализации. Начинается цитирование, распространение даже хороших выставок, развоплощает форму и содержание, потому что нету живого начала, проводящего эти идеи, и даже идеи Пакта Рериха в жизнь. Я сам открывал выставку в Бонне и вел конференцию, не выставку открывал, я вел конференцию, посвященную закрытию как раз выставки в Бонне, эти вопросы тоже ставились. Я знаю, как проходили выставки и в ООН, и в ЮНЕСКО, и во многих городах России, сейчас на повестке Дня Рериховского движения и всего человечества поднять вопрос не количества, не отчетности, а качества. А в чем качество-то? А качество в мысли, в творчестве, в любви, в сердечности, в устремленности. И понимаете, что происходит? У человечества не хватает сил, чтобы достичь любовью, осознания, единства своих святынь. А это и есть культура. Это и есть живая культура. Когда Святослав Николаевич Рерих в 89-м году дал программу создания Советского фонда Рерихов, он говорил о живом центре. Понимаете? Да, на определенном этапе, когда героическими усилиями Людмилы Васильевны создавалась вот эта вот земная основа, вот этот низ этой пирамиды, понимаете, это самое тяжелое. В столкновениях, противоречиях всевозможных, создать остов, для жемчужины наследия сделать земную оправу. Но эволюционно начался другой этап. С уходом Людмилы Васильевны начался исторический пласт другого ступени реализации наследия Рерихов. Он требует новых форм и новых методов. Принципы остаются, формы и методы меняются. Если мы отстанем от зова времени, мы окажемся в этих окостенелых слоях. Нам нужно сейчас собрать духовный потенциал. Один из смыслов проведения этого круглого стола было поднять планку, созвать людей, которые являются профессионалами, авторитетами, найти согласование между ними. В чем можно найти согласование? Здесь есть представители разных более крайних полюсов и мнений относительно государственных, общественных, общественных форм будущего движения и сохранения наследия, его актуализации. Только поднявшись на более духовный уровень, мы можем найти это согласование оптимальное, соответствующее призванию самого наследия, а не нашим позициям и не нашего видения сегодняшнего, которое узко по отношению к эволюционным задачам, стоящим перед всем человечеством. То, что происходит в мире, должно нас научить. Идет развоплощение магнитов, на которые основывалась западная цивилизация. Эволюционно неизбежно, о чем говорили и Шпенглер, и Ломоносов, и Тойнбер, и Вернацкий, и Рерихи. Происходит разворот в Сибирь, разворот на Восток, разворот в Центральную Азию. Рерихи своей экспедиции наметили эту устойчивую зону возникновения новой духовно-экологической цивилизации. Мы должны понять, что не просто геополитические силы, которые сталкиваются, а духовная мощь, которая будет руководить лучшими представителями геополитических сил, может дать это преображение, может дать эту трансмутацию энергий. И дух народа проснется и поддержит, как всегда, была в трудные испытания. Поэтому мы стоим на перепутье, на очень важном перепутье рериховского движения. Этому была посвящена замечательная статья Андрея Владимировича Иванова, которая тоже распространяется сейчас в интернете. У нас огромная ответственность за все происходящее. Нужно найти в себе смелость, взять эту ответственность на себя, хотя бы на переходный период, на смутное время, не дать разбазарить наследие и не дать его спрофанировать. Появятся духовные лидеры. Мы должны идти навстречу, мы должны протянуть руку наверх, потому что в каждом из нас есть огромный потенциал Царства Божия. И из-за того, что этот потенциал Царства Божия в планетарном масштабе недостаточно проявлен, из-за того, что и в религиях начались такого рода распри, исползания к конфессиональным, к политическим и прочим разногласиям, и происходит это вавилонское столпотворение. Но только проявившись эти силы и обозначившись могут скрыть нарыв. Сознание человеческое переходит на другой этап. И зов культуры в высшем его понимании, зов будущего требует от нас максимального сосредоточения духовных сил, духовного единения, согласия и нахождения форм. И я надеюсь, что государство России, которое вынуждено было развернуться в эту сторону, к этому готово. Президент России впервые за историю вообще России, включая царское время, провозгласил в конце 2014 года о том, что культура должна стать приоритетом развития всех отношений. Были приняты основы культурной государственной политики. На этих основах разрабатывается стратегия культурной государственной политики. Мы обязательно должны это отметить в нашей резолюции. И рельховское движение в лучших своих представителях, уме и сердце движения, должно поддержать эти инициативы, должно дать им духовный смысл, иначе это сползет на экономику, иначе это сползет на сухой академизм, на внешние формулы, и в нем не будет живой сути. Поэтому сохранение наследия в значительной степени связано с будущим России. Будущее России связано с будущим мира. Спасибо. А все это связано с нами. Абсолютно правильно. Спасибо, Михаил Николаевич. Слово предоставляется рыбаку Кирилл Евгеньевич. Пожалуйста, Кирилл Евгеньевич. Добрый день. Министерство всегда готово поддерживать общественные инициативы в деле научного осмысления и популяризации наследия Рериха. Причем наследие Рериха, которое не только было привезено Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем Рерихом в нашу страну в разные годы, но и тем наследием, которое создавалось и исторически находилось всегда на территории нашей страны. Пример далеко ходить не надо, это извар. Но есть определенные специфики. Специфика наследия Рериха, заключающаяся в том, что это не только произведения искусства, созданные Николаем Константиновичем и Святославом Николаевичем Рерихом, не только предметы декоративно-прикладного искусства, которые они собирали, но и это огромный пласт философских и трудов, научных исканий, выразившихся в том числе в пакте Рериха, которые делают это наследие не мертвым, не выставленным исключительно в стенах музеев, в экспозициях, но это то наследие, которое живет, которое приковывает к себе внимание исследователей, последователей творчества и философских взглядов Рериха. Поэтому, как мне видится, наша задача с угла этой многогранной темы, задачи министерства заключается в том, чтобы использовать творческий потенциал Рериха для активизации общественно-политической жизни во благо нашей страны, во благо процветания нашей страны. Мы можем говорить то, что может сделать министерство культуры. Мы оперируем собраниями государственных музеев, в первую очередь федеральных, ну и косвенно музеев-субъектов Российской Федерации. И мы для себя запланировали следующую программу действия. Я ее перечислю и предложу небольшую рекомендацию общественной палате. Во-первых, мы хотим издать каталог Резанэ художественного и литературного наследия Николая Константиновича Рериха. Как ни странно, его до сих пор нет. Эта задача видится в приоритетных планах Государственного музея Востока. Но не только его, конечно же, и Третьяковской галереи, конечно же, и Русского музея, потому что собрание Рерихов распространено среди этих музеев. Во-вторых, мы хотим вести дело к созданию портала, посвященного Рериховскому наследию, на котором разместить в электронном виде каталог Резанэ, в котором разместить архивные документы, связанные с Рерихом, хранящиеся в федеральных архивах и в государственных учреждениях культуры. Во-вторых, мы хотим привлечь общественность к деятельности этого портала, и чтобы там был живой мнением по тем или иным направлениям Рериховской жизни, связанной жизни Рериховского сообщества. Далее, мы будем стараться идти к тому, чтобы форсировать на научной основе систематическое изучение и проработки философского наследия Рерихов. Конечно же, я обращаю внимание на научной основе со всем категориальным аппаратом науки. И, конечно же, мы будем стараться обращаться к первоисточникам, чтобы отстранить от себя все то наносное, субъективное, не отвечающее критериям научности. Это очень важно. Конечно же, мы видим из-за собой какие-то недоработки, недочеты, которые, я не могу сказать именно недоработки, вот не в плохом смысле недоработки, а то, что, может быть, мы действительно мало внимания уделяем, по мнению Рериховского сообщества, популяризации его наследия. Но это вызвано не какими-то негативными тенденциями, а вызвано тем, что не стоит забывать, что в собраниях наших музеев хранится много, бесчисленное количество других уникальных произведений и коллекций, которые Министерство культуры тоже должно популяризировать. И мы не можем давать преференции чему-то одному в ущерб другому. Но, тем не менее, помятуя, насколько эта тема актуальна, мы будем все силами со следующего года, с этого года уже форсировать и уже начали эту работу, более того, по популяризации наследия Рерихов. Например, коллеги из Музея Востока, может быть, потом скажут, 26 октября открывается выставка, на которой будут экспонироваться картины Соединенных Штатов Америки. Культовые произведения Николая Константиновича Рериха, Мадонна Арифама, Трифтихова. Это, я считаю, нашим большим достижением, учитывая состояние культурного обмена между Россией и США. Это прорывная, на мой взгляд, тема. В целом же, я хотел предложить общественной палате на ее базе создать некий оргкомитет из представителей федеральных музеев, которых, извините, неправильно сказать, государственных музеев, потому что федеральные музеи субъектов Российской Федерации, которые хранят наследие Рерихов, представителей научного сообщества и представителей общественности, которые бы дали план. Какие направления Рериховского наследия, что наиболее важно сейчас акцентуализировать, на что важно обратить в первую очередь внимание. Для того, чтобы Министерство культуры действовало несообразно своему видению, ну, видение, мне кажется, у нас, в общем-то, правильное. Действительно, каталог Рязанэ надо делать, действительно, наследие Рерихов надо продвигать в интернете, действительно, архивные документы, которые некоторые никак не могут составить описи фондов, например, должны быть выставлены и люди могли ими пользоваться. Потому что, действительно, большое количество архивных документов совершенно разных архивов в той или иной степени отражают творчество этой великой семьи. Так вот, мы предлагаем создать некий оргкомитет, на который бы вошли представители разных структур, государственных, общественности, частные лица, может быть, какие-то частные коллекционеры, которые живо интересуются наследием Рерихов. И, соответственно, просили бы, если общественная палата поддержит эту инициативу, чтобы вам были направлены предложения по кандидатурам и был сформирован этот оргкомитет. Единственное, что я прошу, чтобы этот оргкомитет не был безграничным, чтобы там не было 20 человек. Я думаю, человек 10, это уже операционно и то большая величина. 7-10 максимум. Потому что, если у нас будет очень большой состав этого совета, мы не придем к пониманию. Будут постоянные дискуссии, бесплодные и бесцельные. Вот. Таково мое предложение. И я бы просил вас, Николай Юрьевич, дать слово Бондаренко, буквально два слова. В развитии мы его докладываем. Тогда 3, 5. Сколько? Да. Спасибо. Ну, главное, чтобы отфиксировать позицию. Спасибо вам. Как вы считаете, как лучше? Я бы не спешил с этим. Почему? Потому что мне кажется, что люди сегодня насыщатся информацией и надо переварить для себя и понять, что делает лучше. Как считаете ваше право? Но я бы подожду. Да, коллеги, разрешите тоже несколько слов сказать. Я тоже хочу поблагодарить общественную палату, что здесь собрались люди разных мировоззренческих позиций, относящихся к Рейховскому движению, не относящихся. Это такого рода собрание назрело давно, мы опоздали и хочется, чтобы то, что мы сегодня начали, продолжалось и дальше. Тут я поддержал Кирилла Евгеньевича и на этом еще остановлюсь. Несколько слов все-таки о той исторической ситуации, в которой мы пребываем и которая заставляет по-новому оценивать наследие Рейхов. Об этом тоже говорил и Михаил Юрьевич, и Владимир Григорьевич. Честно говоря, наследие семьи Рейхов становится особо актуальным в свете происходящих прямо сказать, идет стремительный закат Запада и техногенно-потребительской цивилизации, лидером которого он являлся. Пожар горит, а непонятно, как его тушить. Более того, если вы думаете, что на Востоке такая благостная ситуация, это тоже ошибка. Мы были в Китае, там масса проблем. И в этой ситуации, коллеги, Россия действительно остается страной, которая выполняет очень важную миссию. Она всегда ее выполняла, а сейчас она тем более ее будет выполнять. Обеспечение геополитического равновесия в мире, миротворчества и реального диалога культуры цивилизаций. Более того, коллеги, потихонечку, опять же, на территории нашей страны, об этом надо серьезно говорить отдельно, возревают зачатки совершенно новой цивилизации, которую можно назвать духовно-экологической. И один из важных элементов этой цивилизации широкое синтетическое мировоззрение, которое объединяет идеи Востока и Запада, древнего и современного знания, где действительно должны в диалог вступать и наука, и философии, и религии. И здесь наследие Рерихов абсолютно незаменимы. Это колоссальный синтетический потенциал. Колоссальный потенциал консолидации общества внутри России и на международной арене. Вот это нам, мы все это сегодня понимаем, и на этом нужно сделать упор. И вот сейчас я перехожу к проблемной ситуации, которую, конечно, нельзя обойти. Дело в том, что Рериховское движение, которое призвано сохранять наследие, творчески его развивать и пропагандировать, к сожалению, оказалось не на уровне сегодняшнего дня. Оно лично должно воплощать какие-то принципы учения, оно их, к сожалению, воплощает плохо. Более того, и тоже надо об этом сказать прямо, очень часто Рериховское движение эрриат Рериховцев подрывает своим личным поведением то, вообще говоря, что должно нас всех объединять и выполнять консолидирующую роль. Причины. Вот это самое главное, коллеги, я бы хотел выявить такую главную причину, почему вот такая ситуация сложилась и диалог назрел. Мы забыли об очень фундаментальных принципах организационных и идейно-нравственных, которые нас все должны сплачивать. Об идейно-нравственных принципах я говорить не буду, они в моей статье. Это, прежде всего, конечно, открытость, идеологичность, интеллектуальная лояльность друг к другу. У нас могут быть разные прочтения рейховских текстов, могут быть споры, и это нормально. Вот принципиальные вещи мы должны защищать. Да, вот ложь относительно рейхов, искажение учения, вот принципы мы должны защищать, но, как люди разного мировоззрения, уважать чужую точку зрения. Диалогизм, свобода воли, лояльность, вот что должно нас всех сплачивать. Второй момент, связь учения рейхов и науки, конечно, новый мир куётся в лучах научных лабораторий. Прекрасная фраза, мы должны её все приветствовать. Масса идей, которые нужно просто верифицировать. Физических лабораторий, химических, историческую парадигму можно пересматривать. Будет союз рейховского учения и науки, значит, мы будем двигаться вперёд. Будет такое сектанство, изоляция, значит, мы будем дальше профанировать учение. Третий момент, это, конечно, активная общественная позиция рейховцев. У нас полно проблем в стране, где рейховцы должны выступать в первых рядах. Защита семьи, защита природных и культурных святынь народов, того же Алтая, Байкала, Троицы, Сергия и Велавры. Масса проблем в образовании и в науке. А почему они должны сегодня сказать, что вообще разрушительные реформы-то ведутся, честно говоря. Я откровенно, как профессор заявляю, то, что делается сегодня в образовании, это просто преступление. Если бы были живы рейхи, они бы первые подали в голову, что нужно менять вообще говоря, вектор реформирования нашего образования. Но это отдельный разговор. Вот сейчас к самым главным вещам хотел бы перейти, друзья мои. Это организационные принципы, не реализуя которые, вообще мы вряд ли можем надеяться на то, что мы сохраним рейховское наследие, нормально будем его изучать, приращивать и действительно популяризировать. Значит, первый принцип, я вот тоже здесь поддержу коллег, которые о ней говорили. Это абсолютная ценность и необходимость безусловной сохранности культурного наследия семьи. Соответственно, абсолютная прозрачность организационная, хозяйственная и финансовая тех структур и общественных, и государственных, которые это наследие хранят. Если у нас хотя бы малейшее сомнение есть в том, что вот эта организация может допустить ситуацию, когда исчезнет наследие, значит нужно привести инвентаризацию фунда этой организации. Честно скажу, вот лично у меня нет уверенности в том, что наследие, которое сейчас хранится в МЦР, будет сохранено. Вот когда была Людмила Васильевна, я безусловно был в этом уверенном. А сейчас я не могу быть уверен, коллеги. Второй момент очень важный. В руководстве и общественных и государственных организаций, которые занимаются наследием Рерихов, не должно быть людей научно некомпетентных, не пользующихся уважением, и самое главное, поведение которых вызывает нравственные вопросы. Если такие люди во главе организаций стоят, худшей дискредитации учения Рериха трудно представить. Враги не нанесут такого урона, как нанесут они. Я хочу напомнить прекрасную фразу нашего великого историка Михаила Михайловича Карамзина. Когда ему либералы стали говорить, что нужно быстро реформировать Россию, Карамзин слушал, слушал, как он сказал, знаете что, не формы, а люди важны. Вот если сейчас у нас нет людей авторитета уровня Людмила Васильевна, есть проверенный способ. Коллектив, собор разумных и ответственных людей должен на себя взять ответственность, я согласен с тем, что здесь Кирилл Евгеньевич говорил, по сохранению и развитию наследия. Не личности, не индивида, а действительно какой-то коллективный разум. Третий очень важный принцип, здесь это звучало, но я бы его специально актуализировал. Нужно последовательно привести принцип общественно-государственного партнерства. Только совместные усилия государства и общественных организаций могут обеспечить сохранение наследия, изучение и развитие. И вот на слове развития я хочу особо ваше внимание заострить, это обязательно надо делать. И, конечно, популяризацию наследия. Порознь государства и общественные организации с этой миссией просто не справятся. Общественные организации, слабости, которые стали сегодня очевидны. Первое, финансовая слабость, научная слабость, при всем энтузиазме. А в худшем своем проявлении, коллеги, когда нечистоплотные руководители начинают эксплуатировать энтузиазм рядовых участников движений. Это вообще превращается в профанацию и самое страшное, что рейхерское движение может превратиться в сектор. Это вообще вещь недопустима. Почему коллективное руководство так важно? Государственные органы ответственно заявляют, что государственные органы не способны самостоятельно организовать сохранение, изучение, особенно развитие культурного наследия. По ряду совершенно объективных причин. Любая государственная организация носит ведомственный характер, люди, которые там работают, профессионалы в своей узкой области, но плюс еще инертность, надо прямо сказать, государственных структур. А уж если мы берем наследие рейхов, я вот хочу к нашим музейщикам обратиться, огромную роль они играют в сохранении культурного и идейного наследия рейхов. Но коллеги, надо различать, скажем, наследие Репина или Шишкина и наследие семьи рейхов. Тут правильно совершенно говорим. Рейхи это не только наследие музейное, рукописное, это действительно философское наследие, это культурно-политическое наследие, они путешественники. То есть вот эту глыбу самостоятельно защищать нельзя. Только когда государство и общественная структура взаимодействуют, вот тогда мы действительно можем получить какой-то реальный результат. Что делать? Как конкретно обеспечить вот это государственно-общественное партнерство? Тут надо думать, почему я хочу солидаризоваться вот с коллегами, что нужен какой-то совет, который позволит нам эту проблему решить. Но вот один элемент, который нас всех может объединять и позволит нам вот эти принципы провести в жизнь, это создание общественного совета или общественной комиссии. Куда войдут деятели государственных структур, несомненно, но это обязательно должны быть уважаемые ученые, общественные деятели политики, может быть даже представители РПЦ, а почему нет? Пускай они познакомятся с рельхским наследием, глядишь, мы наладим с ними идеалы. Вот может под какой гидой этот общественный совет будет создаваться, это вопрос. Но что в его функции может войти, да, вот и в первую очередь? Первая коллегия, это надо везде говорить, этот общественный совет должен консолидировать всех людей в России и за рубежом, которым дорого рельховское наследие. Еще раз говорю, даже тех, кто рельховского мировоззрения не придерживается, но кому какие-то отдельные элементы этого мировоззрения дорого. Вот консолидирующая роль этого общественного совета. Далее, чтобы без этого совета по воле отдельных лиц и ведомств стратегические вопросы рельховского наследия не решались. Этот совет должен экспертную роль, роль СИТа выполнять. Я бы, честно говоря, конечно, если общественная палата под свое крыло возьмет этот общественный совет, это было бы прекрасно. Но учитывая такое вот многогранное наследие рельхов, может быть просить патронаж ряда госструктур вот над этим общественным советом. Министерство культуры несомненно. Я бы, честно говоря, просил МИД поддержать, учитывая геополитическое значение идеи рельхов. Академия наук все-таки и Академия художеств все-таки рельхи же, академики коллеги. Возможно, тут надо обсуждать, возможно, и смыло обратиться лично президенту Российской Федерации, чтобы он поддержал создание такого совета, может быть, это не удастся, это другой разговор, но, честно говоря, масштаб наследия семьи такой, что оно требует масштабных решений. У меня все, коллеги. Спасибо. Спасибо. Мы эту секцию завершаем, переходим к следующей. Мне хотелось бы сказать о том, что действительно общественная палата сегодня на себя берет эту ответственность за поиск согласия. И согласие, еще раз хочу согласиться вот с коллегами, в пределах действующего законодательства. Мы, конечно, можем очень много фантазировать, но практическая реализация всегда лежит исключительно в соблюдении законов и воли президента России. И здесь я поддержу вот эту идею, что если нам действительно удастся создать рабочий орган, от имени которого можно было бы обращаться к президенту за поддержкой инициатив этого органа, этот орган действительно будет нацелен на решение проблем мировой цивилизации силами наследия Рерихов, вот тогда действительно это масштаб отношений с президентом. Как только мы начинаем президенту выносить проблемы внутри корпоративной, мы тут же превращаемся в недостойных просителей, так скажем. Поэтому и цель нашей сегодняшней встречи поднять планку наследия Рерихов до уровня общенациональных интересов. Я передаю слово следующему спикеру нашему Александру Прохоровичу, пожалуйста. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я предлагаю немножко поговорить о том, как сейчас ситуация вокруг наследия складывается в России. Какие мы видим проблемы с тем, чтобы поддержать изучение не пропаганду, а популяризацию наследия, о том, чтобы оно стало более известно не только в России, но и в мире. Потому что некоторые аспекты учения подзабылись как-то вот, потому что пик, вот, например, Пакта Рериха пришелся на период перед Второй мировой войной. Конечно, события заслонили несколько, это дело, но последствия возникла целая система, которая базируется на этом Пакте, и она живет, но нам надо напоминать о том, что лежит вот в основе вот этой системы. Вот об этом мы хотели поговорить и немножко поговорить, конечно, о вот тех проблемах, которые нам, может быть, мешают это делать, и о том, как надо нам двигаться дальше. Вы знаете, мне не очень удобно выступать перед такой аудиторией, квалифицированной, потому что, как я вот сказал, Ирина Николаевна Кузнецова однажды сидя у нее в кабинете в Нижнем Новгороде, что я еще не чародей, я только учусь, вот понимаете. Вот, поэтому я вот как-то силой обстоятельств оказался вот в какой-то период такой сложный вот в этой рериховской среде, значит, но я, честно говоря, делаю вот все возможное, использую свой такой опыт работы в государственных органах, ну, какие-то свои человеческие возможности для того, чтобы, в общем, ну, помочь, помочь как-то этому делу, потому что я хоть и ученик еще, но все-таки вот за это дело тоже очень радею. Я хотел бы тут еще вот прерваться с этой темой и выразить благодарность Общественной Палате и персональю Михаил Юрьевичу Лермонтову. Он, надо сказать, проявил при организации вот этого круглого стола какие-то чудеса такое дипломатические. Я просто снимаю шляпу. Дело же кишка. Это опытный, конечно, человек, но он очень постарался, чтобы вот этому обсуждению был задан правильный тон. И в целом, я думаю, у нас как раз в этом направлении движется разговор, мне очень не хотелось бы тоже переходить к каким-то противоречиям или переключаться на личности. Мы должны говорить о том, как сохранить наследие в целом, какие проблемы мешают. Вот на эту тему я как раз и хотел бы вот этот разговор провести. Андрей Владимирович очень мудро поступил, дал всем слово, а потом сам подытожил. Я как раз хотел бы поступить по-другому. Я хочу несколько слов, пару слов буквально сказать о том, вот как вот все у нас там получилось и что надо делать, а потом уже коллективно обсудить эту тему. Я, вы знаете всю вот эту проблему, которая вокруг и внутри МЦР существует, я не буду на ней подробно останавливаться, но есть какие-то ключевые вещи, которые вот, ну, знаковыми являются для того, чтобы, может быть, эту проблему разрешить. Когда мы лишились в МЦР такого щедрого дарителя, значит, а до этого очень серьезно он помогал МЦР в течение долгих лет, и спасибо ему огромное за это, но вот когда он исчез два года назад, начались, конечно, проблемы в МЦР, и проблемы эти прежде всего вот касаются, ну, финансово-экономического состояния организации, надо сказать, что оно на сегодняшний день очень тяжелое, просто кризисное, фактически МЦР является банкротом. Но не буду тоже останавливаться на том, почему и как мы до этого доехали, но на каком-то этапе я понял, что у МЦР все-таки нет программы выхода из этого кризиса, и это очень опасно, это очень плохо, это очень может тяжело отразиться и на вот судьбе наследие, в общем-то, и на рельховском движении тоже, которое, к моему удивлению большому, когда я стал с этим ближе знакомиться, я понял, что оно тоже достаточно расколото и не очень едино, и что вот это тоже большая проблема, которую надо преодолевать, конечно. Как преодолевать было вот этот кризис в МЦР? Прежде всего он носит, конечно, финансовый характер, но есть и вопросы идеологии такой, идеологии и этики, я бы сказал. Вот это все меня очень волновало, и когда все-таки вот по прошествии почти двух лет с начала этого кризиса или его такого бурного развертывания, как бы я увидел, что ничего реального-то не делается, к сожалению, для выправления ситуации, но я просто пришел к выводу, что надо самому какие-то меры предпринять, и все-таки вот посоветовавшись, безусловно, с Людмилой Васильевной постараться выйти на какие-то способы решения. Способы решения я видел, в общем-то, ну, в прекращении вот этой бесконечной конфронтации с государством, совершенно неразумной и разрушительной, на мой взгляд. Ну, невозможно жить в государстве и все время с ним ругаться, значит, и предъявлять какие-то претензии. Нужен, конечно, диалог с государством, нужно очень твердую позицию занимать в отношениях с государством, но без него, к сожалению, не обойтись. Может быть, надо было бы вернуться к тем принципам, которые Рерихи Святослав Николаевич закладывал при создании Советского фонда Рерихов. Может быть, надо все-таки попросить государство, чтобы оно свои вот эти обещания, которые, к сожалению, не были выполнены, и это очень плохо, смогло вот сейчас реализовать, и момент для этого, мне кажется, настал. Но не буду говорить об атмосфере, в которой все это делается. У меня на этот счет очень тоже негативное мнение, но хотел бы, чтобы вот наш разговор сегодняшний, который сейчас продолжится, как раз сосредоточился вот не на, так сказать, выяснении причин противостояния каких-то личностных вещах, а на том, как нам все-таки выйти из этого положения. Значит, наверное, могут быть разные варианты, но, честно говоря, я вот видел такой вариант общественно-государственного партнерства, привлечения государства к этому делу, потому что масштаб проблем действительно огромный, огромное наследие, огромная его значимость для государства, об этом уже было сегодня сказано. и, ну, как бы обойтись без помощи и в том числе и финансового государства, мне представляется, нам будет очень трудно восправление этой ситуации. Поэтому вот у меня было такое предложение, может быть, значит, как-то найти форму новую для того, чтобы двигаться дальше и осуществить вот переход в эту форму всего того полезного, что и очень важного, что МЦР делала под руководством Людмилы Васильевны. А там действительно очень много делалось хорошего и важного, и все эти вещи надо абсолютно иметь в виду, продолжать, продолжать изучение, продолжать популяризацию, продолжать пропаганду, в конце концов, не побоюсь этого слова, философского и художественного наследия вот этой великолепной семьи. Это наши соотечественники, которые, ну, по многим причинам являются для нас примером и по многим причинам мы можем сейчас вот этим наследием пользоваться для того, чтобы укреплять позиции наши во вне страны, помогать государству для того, чтобы укреплять наш собственный мир внутри страны, потому что это мир через культуру, конечно же, имеется в виду не мир во всем мире, а еще и такой вот наш внутренний мир, мир межконфессиональный, межнациональный, межличностный какой-то. Вот на этом я, наверное, закруглю свое выступление. Хочу еще раз сказать, что абсолютно не имел никаких дурных намерений. Мне уже навешали каких-то ярлыков, к сожалению. И я, конечно, как нормальный человек, воспринимаю это тяжело. И работать в такой обстановке очень тяжело. Но я считаю, что надо продолжать вот наше совместное движение в рамках вот того диалога, который мы сегодня наметили. Спасибо за внимание. И я предлагаю дальше выступить Шишину Михаилу Юрьевичу. Спасибо, Александр Прохорович. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я думаю, что какие-то, может быть, идеи, которые сейчас я выскажу, могут быть полезны в данной ситуации. Начать я хочу с воспоминания совсем недавнего события. В августе этого года проводил экспедицию в Монголе на комплексе наскальных рисунков. И после этого в Улан-Баторе познакомился с Агжарыном Бера, академиком и учеником Юрием Николаевичем Рерихом. Это замечательный совершенно человек. Он сделал при поддержке и монгольских, и российских организаций чудный музей в Улан-Баторе. Он замечательно говорит по-русски. И вся семья его, и даже внуки, это патриоты России. Вы знаете, вот просто сейчас говорю, я вспоминаю, как мы с ними говорили, как хороша Россия, и как Монголии нужно с ней дружить. И при этом у меня первая мысль, так это же ведь Николай Константинович все заложил. А сколько таких искр он заложил по всей Евразии. По всей Евразии. Вот собрать эти все искры вместе. С академиком Берой мы договорились о нескольких проектах. К сожалению, вот его наследие, его труды плохо известны в России. Я думаю, что мы издадим его, переведем некоторые важные работы. А главное, на следующий год мы запланировали проведение конференции в Улан-Баторе, посвященной 90-летию начала второго этапа экспедиции рерихов в Азии. Он начался в 1926 году на Алтае, потом пошла подготовка в Улан-Баторе и дальше беспрецедентное путешествие по всей Азии. Не повторил же, ведь никто его. Это же уникальное совершенно явление. Сколько было открыто во время этого путешествия, сколько было всего сделано. Я не говорю даже о научном плане. В городе Урумчи партийным научным работникам я говорю, вы знаете, кто первый поставил памятник Ленина в Урумчи? Они говорят, а когда это было? Я говорю, в 1926 году. И участвовал в этом Николай Константинович Рерих. А кто это такой? А как же так? Как же так, что в Урумчи не знают, кто такой Николай Константинович Рерих? С бюроем мы говорили в момент, когда из жизни ушла Людмила Васильевна Шапошникова. Он сказал, что он испытал шок, что он почувствовал пустоту и некую одинокость. И тут буквально через несколько дней этой информации, печального события, вдруг появляется снова из России. И мы с ним сходимся во всех мыслях, мы начинаем думать о новых проектах и так далее. Это вот этот разговор как раз меня подвел к мысли, что Людмила Васильевна была совершенно уникальным человеком, и такого человека больше в Рериховском движении нет. И значит, если нет, то я поддерживаю идею, которая здесь несколько раз звучала, должен возникнуть коллегиальный активный орган, который сможет поднять все те проблемы, которые поднимали семью Рерихов. Вот в силу разных обстоятельств мы, может быть, не всегда были активны в контакте с МЦР, но мы продолжали работу по исследованию семьи Рерихов. Вот на столе лежит, Михаил Юрьевич, я передам вашу библиотеку, вашу палату, книгу. Это книга «Человек восходящий», появление которой продиктовалось с несколькими причинами. Первое, честно говоря, надоел разговор непрофессиональный, профанирующий по философским идеям Рерихов. Но все, кому не лень, вы понимаете, издают книги, печатают, бог знает что. Мы решили разобраться с этим вопросом в одном аспекте, а как человека мыслили себе Рерихи. И оказалось, что там созвучие не только с восточной философией, но с русской философией, но что самое главное, с современной научной мысли, мировой научной мысли. И просто, на мой взгляд, вот одна из задач этого научного сообщества вокруг наследия Рерихов начать семинар по человеку, о его природе. Не политические партии спасут Россию, не политические, не экономические модели, а если мы четко осознаем, что такое человек и что нужно совершенствовать в человеке. И здесь, начиная от врачей-клиницистов и кончая философами, все должны сойтись вместе. И поскольку это впервые прозвучало фактически в России, по крайней мере в 20 веке, то и России нужно занять здесь лидирующую позицию. Благодаря Рерихам Россия была в приоритетном направлении в исследовании Центральной Азии, в человеке, но не только этого, я думаю, здесь все, кто глубоко знает наследие семьи Рерихов и все помнят замечательный очерк Николая Константиновича об одиноком дереве в пустыне. И природные условия угнетает и человек. И я могу вам сказать, перекидывая мостик в современность, несколько лет назад на международном конгрессе мне удалось достаточно долго говорить с министром экологии Монголии. И он мне прямо сказал, буквально чуть ли не словами Рерихов, так погибает же ведь страна, высыхает полностью, к 80-му году Монголия может высохнуть полностью. Скажите мне, а куда двинутся потоки народа? Перенаселенный Китай, а кто готов вообще говоря в Сибири к этому, в России к этой проблеме, а кто это попытался осмыслить, вот эту проблему. Этим нужно заниматься. Теперь вот о Рериховском движении. Усть-Коксинский район, я сижу в кабинете главы администрации, обсуждаем детали экспедиции, смотрим в окно, едет бесконечный караван автобусов. Я спрашиваю, а что у вас здесь происходит? Он говорит, да это не у нас происходит, а у вас происходит. это Рериховцы прячутся у нас от того, что наступает конец света. Это было 8 лет тому назад. Они говорят, у нас здесь построили дома круглые, когда начнется потоп, они на этих домах поплывут в сторону Ледовитого океана. Это факты, это реальные факты, товарищи. И я при этом сижу и думаю, а могу ли я сказать, что мы работаем по наследию Рерихов? Тогда я оказываюсь в числе тех, кто строит круглые дома, и таких очень много ведь. Людмила Васильевна Шапошникова активно противостояла профанации наследия Рерихов. К сожалению, в последние годы эта борьба снизилась. И я считаю, что вот как раз научный совет МЦР должен заняться этим вопросом. нужно развести людей, которым нужно посещать психоневрологов и тех, кто, конечно же, пытается глубоко осмыслить наследие Рерихов. Это не одно и то же. Десятки, если не сказать, сотни ученых, которых я лично знаю, они изучают наследие Рерихов, но они по разным причинам стесняются даже об этом сказать, чтобы их не записали в общий ряд с теми. И как раз вот те, кто сейчас преданы наследию Рерихов, должны развести одно, как говорится, от другого, показать, что есть действительно научное направление. Теперь Николай Константинович Святославий Николаевич. Николай Константинович был академиком и так подписывал все свои документы, академиком Российской Академии Художеств. Он подписывал так все свои документы, всегда. Академик Рерих, имея в виду только единственное. Святослав Николаевич был почетным академиком Российской Академии Художеств. Я считаю, что контрпродуктивно игнорировать эту влиятельную организацию в том, что мы разбираемся с наследием Рерихов. Это серьезная организация, ее роднит с Рерихами очень многое. Могут не сходиться там вопросы вкусов, стилей и так далее, но главное, ведь и Российская Академия Художеств нацелена на гуманизацию искусства и продвижение гуманного направления в искусстве, так и вся деятельность Рерихов была этому направлена. В этом-то они абсолютно едины, и поэтому, мне кажется, вот во все обсуждения нужно активнее приглашать еще Российскую Академию Художеств. Спасибо большое. Представляю Кудряшовой Ларине Владимировне. Спасибо. Я хочу присоединиться прежде всего ко всем тем благодарностям, которые уже прозвучали в адрес Лермонтова и Юрьевича. Не случайно это искренне. Почему? Потому что впервые действительно наследие Рерихов рассматривается на таком уровне, и ему дается столь высокая оценка в отношении дальнейшего развития нашего государства. И это заслужено, и мы этому очень рады. И если говорить о тех темах, о тех проблемах, которые возникли сейчас с с Рериховским наследием вообще, то я коснусь немножечко сначала Крыма. Весь мир потрясли события, которые произошли в марте прошлого года на нашем небольшом полуострове. И они произошли не случайно, и единодушие народное было тоже не случайным. Дело в том, что за более чем 20 лет жесткого прессинга, когда вытравливалась русская культура на нашем полуострове, единственным оплотом русской культуры была независимая культура, общественная. И дабы не быть голословной, я хочу сказать, что на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано около 300 музеев. Представьте себе эту цифру. Из них 15 республиканского значения. До 30 это цифра муниципального, а все остальное это общественные и народные музеи. Вот там сохранялось то, что было нужно людям, то, чего хотела общественность. И конечно, государственные музеи вот так вот открыто поддерживать все русское не могли. Мы это делали настолько, насколько это было возможно. Но вот эту линию очень четко проводили общественные организации. здесь, конечно же, им низкий поклон. И первый памятник Сергию Радонежскому в Крыму тоже был установлен общественной организацией, и государство к этому не имело никакого отношения. И вот стоит остро, мне кажется, такой вопрос. Во многих общественных музеях, я говорю о Крыме, говорю о российских общественных музеях, находятся уникальнейшие вещи и уникальные коллекции. И, безусловно, Россия, это наследие принадлежит России, принадлежит широкой общественности, и должен быть разработан какой-то механизм учета, контроля, сохранения вот этих ценностей, чтобы не допускалось их разбазаривание. я в настоящее время не говорю о Международном центре Рерихов, я говорю о проблеме в целом, потому что она есть. И вот этот механизм контроля за фондовыми коллекциями должен быть разработан на законодательном уровне. И еще хочу сказать, что общественность очень, я бы сказала, жестко следит за выполнением воли дарителя. И в Крыму этот прецедент был, когда картинную галерею Айвазовского пытались перевести в национальную собственность. Вы знаете, поднялась вся Феодосия. Весь город встал на дыбы, и Киев ничего не смог сделать, потому что Айвазовский устно распорядился о том, что он передает свое наследие в дар городу. И эта воля свято хранится теми горожанами, которые никогда не видели живого Айвазовского. Но вот, наверное, в природе русской души это есть воля дарителя, воля покойного, это святое. И наша страна на сегодняшний день, и мы знаем, об этом высказывается очень активно, и международная общественность, это страна, которая сохранила нравственные, духовные ценности. И мне кажется, очень важно соблюсти волю Святослава Николаевича Рериха, тем более мы видим, что все эти начинания, к которым имели отношения Рерихи, будь то пакт культуры, будь то организации, которые они создавали, они имеют очень продолжительную жизнь, судьбу, развитие, потому что в основу заложена определенная воля, энергия, и я очень благодарна предыдущему оратору за то, что он об этом тоже сказал, что вот те искры, которые были заложены Рерихами, они действительно сейчас начинают очень ярко разгораться во многих уголках не только нашей страны, но и мира, и передо мной лежит обращение Святослава Николаевича, которое было направлено к членам еще советского фонда Рерихов, и он в нем, я буквально несколько строк говорил о полной независимости и свободе организации, которую он создает, он говорил о том, что нужно очень осторожно подходить к распоряжению наследием, и вот цитата, мы должны проявлять твердость и стремиться к тому, чтобы наследие сохранило свою целостность и чтобы всем, подчеркиваю, в равной мере была обеспечена возможность работать с ним. Вот я думаю, что для многих, кто прикоснулся к наследию Рерихов, воля одного из членов семьи должна быть первостепенная, и мы знаем, что Людмила Васильевна, в адрес которой сегодня было сказано столь много теплых слов, она очень много положила своих сил на то, чтобы соблюсти эту волю, и я знаю, что она оставила по праву, ну, такой, если хотите, духовной преемственности, потому что это не государственная организация. Она просила огласить седьмого числа, когда будет конференция, своего преемника, и я думаю, что к воле Людмилы Васильевны стоит прислушаться и ну, как-то с уважением отнестись к тому, что будет оглашено, и я уверена, что наша встреча это только начало конструктивного, очень важного диалога. Я очень надеюсь на то, что будет создана вот та, тот комитет или комиссия, о которой говорилось, потому что это действительно нужно, и что эта комиссия будет очень конструктивно работать во благо того наследия, которое хранится сейчас не только на территории Российской Федерации, но и всего мира наследия Рериха. Спасибо. Спасибо большое. Хочу сказать несколько слов, хотя я хотел бы сказать о следующем, что вот мы сегодня несколько раз говорили, вот Михаил Николаевич обращал на это внимание, что одна из бед, которая произошла, она в общем не в материальной сфере лежит. конечно ужасно и тяжело то, что так финансово сложилось тяжелое положение в международном центре Рерихов. Так события сложились, но это вообще преодолимо и разными путями, я думаю, не очень сложно, потому что сама задача и ценность такова, что можно найти много способов решения этой проблемы. мне кажется, что все-таки основная беда, которую мы должны преодолеть вот коллективно, мы преодолеть должны все, не только те, кто являются прямо Рериховцами, но и вся культурная общественность страны, потому что это наше общее достояние, вообще даже более того, это достояние всей нашей планеты, поэтому мы в ответственности за это и мы должны преодолевать это вместе. Я хочу сформулироваться еще раз, может быть, это чуть жестко покажется, но тем не менее. Нарушены, почему все начало происходить, нарушены основные иерархические принципы. Я на конкретном примере остановлюсь просто. Вы понимаете, управление такой духовной структурой с таким глубинным культурным содержанием, оно всегда сложно и важно, кто ведет и кто может вести и так далее. Важнейшую роль в этом движении всегда занимали президенты. Всегда занимали президенты. Я должен сказать, что президенты не просто так появлялись. Это были идеи Людмилы Васильевны и окружающих ее людей и это всегда было очень сильно. Мы знаем, что Воронцов, один из президентов, он жизнью поплатился, отстаивая идеалы Рериховские из-за того, что он перенервничал так сильно, что погиб. После него были замечательные люди. Вот был Постников здесь присутствующий и Александр Прохорович Лосюков. И вот понимаете, нарушение этого принципа нападения на первых лиц, я считаю, что это своего рода страшное искажение. Этого не должно было быть, потому что задачи, которые ставили перед собой эти люди, я с ними общался на протяжении всей истории, их появления, их деятельности, они всю свою душу и все свои силы отдавали на то, чтобы помочь Рериховскому движению, помочь нести это наследие и так далее. Они обладали и обладают возможностями и политическими, и гражданскими, интеллектуальными, духовными. И поэтому, мне кажется, это нужно понимать и как-то нужно это преодолевать. Я уже говорил об этом и сегодня звучало. Я хочу как-то, может быть, обобщенно сказать, что нельзя разбрасывая дурные и грубые и злые мысли нести свет. Это абсолютно противопоказано. И нельзя опираться при этом на некие элементы бомбистов, которые в пространство информационное все время выкидывают якобы патриотические, а на самом деле очень разрушающие мысли. К этому надо относиться чрезвычайно ответственно. Я был потрясен, когда я услышал, что в адрес правительства вдруг говорится о том, что мы предупреждаем. Что это такое вообще? Как так можно? Вместо согласия вот такие вещи. Мне кажется, что мы общими усилиями должны преодолеть этот кризис, должны преодолеть вот эти совершенно враждебные, совершенно ненужные, вредоносные тенденции. Теперь бы здесь говорилось, и я хотел бы еще раз обратить на это внимание, о том, что это дело нас всех. Это не только дело иролиховцев, это дело всей культурной, научной общественности и политической элиты нашей страны, потому что это та сила, которая вообще укрепляет Россию, и должна укреплять Россию, и нести свет в мир. Поэтому вот здесь говорилось о том, что нужно создать там комиссию или еще. Я думаю, что нужно создать мощный совет из мощных интеллектуально-духовных личностей, которые бы, авторитет которых, их, так сказать, духовное видение, их, так сказать, достоинство было бы неоспоримо, которое позволило бы преодолеть многие трудности. Это тоже иерархический принцип. Вот при создании Лиги мы использовали эту ситуацию. В Лиге у нас были почетными членами и членами нашего совета такие люди, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, как Аникушин, как Володин, как такие люди, как Нобелевские лауреаты, Прохоров, Басов и так далее. Мы привлекли вообще к работе научное сообщество и Российскую Академию науки, в значительной степени РАЕН, Российскую Академию естественных наук, потому что она близка идеологически очень была и так далее. Вот нам нужно вернуться к этому. Я могу сказать, что это очень мощный инструмент. Мы, например, преодолели, мы спасли Пулковскую обсерваторию благодаря Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, к которому обратились. Борис Викторович Раушенбах совершил целый ряд подвигов по спасению многих объектов, почетный президент Лиги. Мы, так сказать, ну и целый ряд других, так сказать, вещей. Мы способствовали захоронению царской семьи, когда возникли вот эти спекулятивные всякие идеи и все прочее. И опять-таки, благодаря выдающимся людям, да, мы формулировали мысли, да, мы ими обменивались. Но проводником этих идей был гарант, был человек, авторитет которого был непререкаем. Дмитрий Сергеевич добился того, что, скажем, президент России приехал на Кохорны, и это решило проблему. И мне кажется, что здесь нам нужно сделать то же самое. Вот это немножко истончился, этот слой. Это связано с тем, что, естественно, многие выдающиеся, проявившиеся люди ушли из жизни. и многие ушли, потому что они были не согласны с теми такими, я бы сказал, невежественными проявлениями, которые в движении вдруг возникли, не выдержали этого. Нам надо объединить, собрать таких замечательных людей вокруг себя. И, конечно, войти в контакт, я с этим полностью согласен, с авторитетными организациями, общественными и государственными. Спасибо большое за внимание. Предоставляю Алексею Владимировичу Постникову. Большое спасибо Общественной Палате за приглашение к участию в этом исключительно важном заседании. Ну и, конечно, лично благодарен Александру Прохоровичу и Георгии Николаевичу. Что я хотел сказать. Рерихи – это явление настолько всеобъемлющее, что очень трудно говорить о них лишь как о философах или историках или как больше всего принято говорить художниках. Они занимались исключительно многими проблемами. И вот одной из проблем, которую здесь еще пока не упоминалось, был замечательный международный научно-исследовательский институт Урусвати в долине реки Кулу в имении Рерихов. Институт, который имел громадное значение, несмотря на то, что он просуществовал весьма недолго из-за того, что пошла война и поэтому он был вынужден прекратить свое существование. Но сделал очень много. С ним сотрудничало большое количество выдающихся, гениальных ученых своего времени. И вот одной из целей Международного Центра Рерихов, причем для меня, как для тогда, когда я был президентом Центра, эта цель была одной из главных, было воссоздание института Урусвати на каких-то, может быть, более современных основаниях, но начали, это было, конечно, начато до меня, начато было инвентаризация всего того, что было собрано в этом институте, а сборы там совершенно замечательные, и еще много остается сделать для того, чтобы эта работа была закончена, литература, архивные материалы, большая часть архивных материалов сейчас хранится в архиве МЦР, и тем не менее, вот институт Урусвати, на мой взгляд, должен быть обязательно восстановлен, этому всячески, я уверен, будет способствовать правительство Индии, и это, кстати, одно из звеньев, которое может крепко, накрепко соединить Международный Центр Рерихов и Индию, для которой Рерихи национальные герои. Институт Урусвати последние годы жизни Людмила Васильевна, она направляла туда группы сотрудников МЦР, которые там много работали, но, к сожалению, к сожалению, вот работе этой, очень плодотворной, мешали вот не совсем здоровые отношения с нашими официальными властями, в том числе и с дипломатическими. Вот, мне кажется, одной из целей, будущих целей МЦР должно быть восстановление вот этой работы в полном объеме. И еще, вот здесь прозвучала такая мысль, что выход на президента, что, может быть, это не совсем тот уровень наш центр. Ну, как же не тот уровень? Наш центр входит в состав международных общественных организаций, организаций объединенных наций. Начнем с этого. Это очень высокий уровень. Наш центр является также членом международной организации Европа Ностра и также многих-многих других организаций. То есть, это очень и очень хорошо себя зарекомендовавшая международная организация, имеющая весьма-весьма обширные связи с достаточно влиятельными людьми. счастье с того, что Карлфон Габсбург, наш добрый друг, это император несуществующей Австро-Венгерской империи. Ну, вот, на этой ноте я хочу закончить свою историю. Да. Спасибо. Габсбурга не будем обращать. Габсбурга нет, ну, ничего, с ним дружить надо, у него есть связи. Да, я хотел предоставить слово Бондаренко Алексею Анатольевичу. Пожалуйста, Александр Анатольевич. Спасибо большое, Александр Павлович. Уважаемый Михаил Юрьевич, уважаемые коллеги, позвольте мне начать вот с таких слов. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя, но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко и тихонько плачет он в пустыне. Рейриховское наследие во всем его разъедении вот этот утес. И было бы очень жаль, если бы наше обсуждение в виде этой тучки улетело и остался только влажный след после нашего сегодняшнего совещания. Но я надеюсь, что те предложения, которые здесь обсуждали, в том числе о рабочей группе при общественной палате, нашли бы свою поддержку и воплощение. Я, пожалуй, не буду говорить о работе нашего музея, как сделали некоторые здесь наши коллеги, это на самом деле важно. Постараюсь поскорее перейти к конкретным практическим предложениям, но все-таки несколько слов о тех проблемах, которые существуют. Вот наш взгляд, взгляд из Петербурга. Мне кажется, среди этих проблем главными являются наше взаимное недоверие. То, что существует разделенность между рериховцами, ни для кого не секрет, но даже между теми, кто ведет большую конкретную работу, существует высокий уровень недоверия. Это очень и очень вредно. Мы плохо знаем, как мы работаем, каждый из нас. И поэтому приходится и здесь рассказывать о том, что же мы сделали. Я могу сказать, что да, это здорово, что наконец-то у музея Рериха в Монголии появляются еще друзья. Десять лет мы опекаем этот музей. За это время нами перечислено туда несколько тысяч долларов, около 12 на ремонт этого здания и так далее. В этом году мы тоже были после нашей экспедиции там и тоже решили вместе с Академиком Бирой провести важную такую акцию по восстановлению субурганов Юмбейса. Я думаю, что теперь нас будет больше в этом процессе. И это очень хорошо. И это был бы конкретный пример того, как вот здесь существующие организации начинают между собой взаимодействовать и работать. Этого нам очень не хватает. Немножко другая ситуация в музейной сфере. Вот мы, как музейщики, друг с другом на самом деле достаточно интенсивно работаем. И это очень хорошо. Когда здесь звучали слова о том, что музей не главное, я вот так думал над этими словами и не мог понять. Для Рериха музей, он его понимал в античном смысле. Да, он всегда был для него основой всего. И все, что делали Рерихи, они делали на базе того музея, который у них был. И институт Урусвати был отделением этого музея. И различные общества, которые там были, как говорил Рерих, им бы стать хранителями отделов. То есть общественное участие в этом предполагалось в таком плане. И это не исключает других планов, но об этом не надо забывать. То есть музей, наследие, подлинники, подлинная связь с творческим миром. Вот что это такое. И на основе этого возможно и все остальное. Если не будет проблем с единством наследия, как бы оно нигде между кем не было распределено, то не будет и тех многих проблем, которые есть между различными обществами. Это ведь совершенно ясно. У нас недоверие, у нас иногда самолюбование, у нас иногда слепота по отношению к работе друг друга, незнание, это очень и очень вредно и очень затрудняет. И у нас, конечно, что мы видим тоже в этой ситуации всей, мы так сегодня ее все аккуратно обходим, я тоже ее буду аккуратно обходить. Но кое-что тоже скажу, как и некоторые другие. Мы видим приоритет права собственности над правами культуры. Существует замечательный документ Дмитрия Сергеевича Лихачева, Декларация прав культуры. Как сказал Михаил Борисович Петровский в свое время, это пакт Рыриха наших дней, подчеркивая тем самым нравственное и образовательное значение пакта, о чем мы тоже в начале сегодня говорили. Поэтому, мне кажется, вот нужно подумать о том, что права культуры важнее. И очень важно думать, что вот это согласие мы должны, конечно же, находить в рамках закона. Тут говорилось о сохранении Рыриховского наследия и что нужно начинать с себя. Да, вот я с этим абсолютно согласен. Нужно сохранить Рыриховское наследие в себе. С этого нужно начать. Если мы хотим сотрудничества, если мы хотим реальной консолидации, объединения, не только пафосных речей, мы должны сделать шаг друг к другу. Мы должны поверить друг другу. Нужно попробовать. А вдруг получится. Потому что уже не получилось. Много раз не получалось. А давайте попробуем. А вдруг не такие мы страшные. Понимаете? А вдруг все нормально. К этому я отношу, понимаете, и вот тот опыт, который существует в Петербурге. Об этом мало известно, наверное, он не звучит, а ведь он по-своему уникален. Там существует в своих масштабах вполне, вполне благоприятная ситуация для работы государственного музея и общественных организаций. При нашем музее действует небольшой, но благотворительный фонд Рериховское наследие, который установил памятник Рериху. И ничего, да, нормально, совершенно. Теперь этот сад, где стоит памятник Рериху, является местом, где музей может проводить различные мероприятия. С некоторых пор, вот Ольга Анатольевна не даст мне соврать, простите за это слово, с некоторых пор у нас идет очень тесное взаимодействие вообще между всеми рериховцами в Питере. Что-то произошло, людям надоело не верить друг в другу. И произошло серьезное усиление. Я думаю, нужно обратить внимание на этот опыт. Глубоко уважаемые коллеги и друзья, еще два слова, а потом перейду к предложениям. Михаил Николаевич сказал, что начинается наконец-то диалог. Но я не буду задавать вопрос, а почему же до сих пор этого диалога не было? У нас был такой мощный лидер в рейриховской сфере, а диалога не было. Вот сейчас время диалога. Ну хорошо, давайте с этого момента начнем. Хорошо, отлично. Но только, понимаете, нам ни в коем случае не нужно уподобиться тому, что иногда происходит, когда выходит с хоругвием или еще с чем-то, ради чего? Ради привлечения внимания и ради пополнения казны. Этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что это совершенно несоизмеримые вещи. Мы говорим об участии государства. Протянуть руку наверх, было сказано Михаилом Николаевичем. Это в каком смысле? Подождь Господи или подайте Христа ради? Тоже мне не совсем понятно. Я думаю, что здесь нам нужно друг другу руки протянуть прежде всего, а потом уже туда наверх. Когда мы друг другу протянем руки, реально, когда мы сможем это сделать, попробовать, по крайней мере, там наверху скажут, те, которые не на уровне подождь Господи, чуть пониже, они скажут, слушайте, а с ними можно иметь дело. Пока что нельзя иметь дело, но может быть можно всё-таки. Новый этап. Вот для того, чтобы перейти к новому этапу, нужно посмотреть, а как прошел старый этап, предыдущий этап. Я хочу сказать здесь, чтобы не было никаких странных толкований, может быть, каких-то наших позиций. Мы считаем, что в то, время, время безвремени, да, на рубеже сокрушения Советского Союза, Людмила Васильевна Шапошникова была единственным человеком, которая смогла это всё сохранить в единстве. Просто, чтобы не было представления о том, что в Петербурге не так думают. И за это низкий поклон. Это её огромная, большая работа. В целом, так. Дальше. Нам нужно, для того, чтобы двинуться дальше, подвести промежуточные итоги. Для этого нам нужно посмотреть, кто что сделал. Познакомиться с работой друг друга. Или у нас что? Рериховское наследие это только то, что находится в Малом Знаменском переулке, и то, что не отдаёт музей Востока? Да нет, коллеги, но это не так. А где же коллекция Юрия Рериха в Музее, в Государственном Русском Музее? Или мы будем писать письма, отдайте из Русского Музея, мы сделаем музей. Ну что вы, это же не серьёзно. Слава Богу, здесь нет таких предложений. Но ведь эти предложения, вот они кругом. Вот, смотрите, да, вот из Дойча Рериха и так далее, понимаете. А ведь этих писем сколько мы видели и читали об этом. Это не серьёзно. А я вам хочу сказать, что между Музеем Семьи Рерихов и Русским Музеем существует соглашение, что мы делаем ежегодную выставку из их фондов. Ну зачем же будировать эту ситуацию, когда идёт спокойная, нормальная работа? Я уже не говорю о наших творческих связях с Музеем Востока, которые тоже любят поругивать. Они ведут огромную работу и участвуют в наших, в том числе немалых проектах. У нас был в 2010 году проект, о котором, наверное, тоже все слышали. И это был хороший проект, 75 экспонентов, 50 с лишним музеев на весь Петербургский музей, на весь Петербургский Манеж. Хороший был проект, давайте такие же проекты делать дальше. Не будем забывать, что было сделано. Это было мощно. А почему это оказалось мощным? А потому что это было в Питере. Потому что в Питере власть повернулась. но мы по-моему еще никого не перебивали. Да, первый раз. Я, наверное, слишком горячо говорю, но извините. Да. Наверное, потому что в Петербурге установился хороший контакт с властью. Давайте изучим этот опыт. Он поможет. Реально. Уважаемые коллеги, он поможет. А теперь к предложению. Конечно же, нужно провести сверху всего. Мы, Музей Востока, готовы к очередным многочисленным проверкам что и как. Давайте везде сделаем это. И везде посмотрим, на месте или не на месте. Если мы хотим объединить работу, мы должны объединить основы. Давайте это сделаем. Давайте обязательно это сделаем. Финансово-хозяйственную часть, пожалуйста. Фонды, пожалуйста. Это нужно сделать. Тогда будет ясно, что эти люди хотят работать вместе и хотят работать. Реально. Решить все вопросы, вытекающие из законодательства. И, конечно, тоже нужно решить. Конечно, нужно филиал Музей Востока будет создаваться или будет отдельный федеральный Рериховский музей создаваться. Но это Министерство культуры виднее или ничего министерство не будет создавать. Но то, что структура какая-то должна быть касающаяся Рериховского наследия интегрального, это да. А вот дальше я перейду уже к конкретному. Пункт четвертый. В течение месяца вот эти пункты в разных составах обсуждаются. Я имел возможность довести вот это видение и до некоторых здесь присутствующих коллег. и эти пункты были доведены до советника по культуре президента Российской Федерации. Обсуждались они в Совете Федерации. Пункты такие. Образование общероссийского объединения Рериховских музеев различных форм собственности управления. Так называем музейного холдинга. Это вещь не совсем новая, но это может быть. У каждого свое подчинение, у каждого свой бюджет, но есть координационный некий совет. Рериховских музеев Москвы, Петербурга, Ленинградской области, Сибири, Алтая. Это как минимум наверное. Может быть это по-другому. С формированием общего совета директоров и других органов координации плана совместной деятельности. Образование постоянно действующего общероссийского общественного форума рериховских организаций с постоянно действующим представителем координационным советом и исполнителем комитетом. Такая попытка была предпринята в свое время в Астане, она сейчас к сожалению сходит на нет. Там действовал международный форум духовной культуры. И некоторое время они работали весьма-весьма успешно. Сейчас как-то с этим посложнее. Но там вот эти формы они себя некоторое время вполне-вполне хорошо зарекомендовали. Одна из главных целей такого форума деятельность в области популяризации и продвижения рериховских культуроохранных идей Пакта Рериха распространение опыта и форм общественного служения культуре названного Рерихом долгом каждого мыслящего блага. Формирование международного союза ассоциации организации рериховской направленности как форма международного диалога и сотрудничества в области рериховского наследия международного рериховского движения как движение в защиту культуры и мира. Целью такого союза является продвижение Пакта Рериха и создание Всемирной Лиги Культуры. Основной особенностью станет отсутствие партийности и групповщины. Так хотелось бы думать. И последнее в этом ряду и после этого я заканчиваю. Создание государственно-общественного фонда развития рериховского наследия в соответствии с федеральным законом номер 275 о федеральном фонде целевого капитала с участием в Совете учредителей или наблюдательном совете представителей музеев вот той самой организации общественного объединения рериховских музеев с представителями этими органов государственной власти на уровне парламента правительства Минкультуры МИДа конечно Москвы Петербурга Ленинградской области Новосибирской области Алтайского края но может быть и не только Республики Алтай Александр Анатольевич я призываю я заканчиваю да я заканчиваю целью является поддержка деятельности объединения рериховских музеев и входящих туда других организаций их совместных проектов поддержка форм общественного участия в жизни объединения рериховских музеев и задействие деятельности российского форума и российской секции международного совета спасибо большое спасибо большое уже времени у нас остается мало коллеги я прошу придерживаться регламента и не затягивать выступление слово предоставляется Тютюгиной Наталье Владимировне пожалуйста я все таки хочу вернуться к вызовам и угрозам которые касаются непосредственно международного центра рерихов и того наследия которое там хранится во первых хочется отметить поддержать тех выступающих которые говорили о изменившейся политической мировой ситуации в которой находится Россия консолидация всех сил внутри России это очень важный момент и рериховское сообщество и общественное и научно-исследовательское несомненно должно консолидировать и внутри себя силы и силы с государством я согласна с выступающими которые утверждают что мы и есть государство и на нас лежит государственная ответственность это очень важный момент еще один момент который хотелось бы отметить ситуация в которой находилась Россия в конце 80-х начале 90-х годов когда создавался советский фонд рериха реорганизованный потом международный центр рериха нельзя эту ситуацию автоматически переносить в нынешнее положение это невозможно мы сейчас находимся в новом правовом поле мы живем в новой России на новом этапе это нужно понимать следующий момент который непосредственно касается международного центра рерихов есть профессиональное научное сообщество которое с точки зрения науки по своей профессии серьезно и глубоко изучает наследие рерихов а есть общественность и люди занимающиеся популяризацией на том уровне на котором они понимают и ни для кого не секрет что для большинства рериховской общественности в России Людмила Васильевна была не только руководителем серьезного учреждения созданного Святославом Николаевичем рерихом но и стала духовным лидером исключительным духовным лидером если мы вернемся к истории как передавалось наследие рерихов и как выстраивалось понимание этого наследия внутри России и к тому же 1974 году то это было серьезное совместное сотрудничество целой группы великих людей доверенных людей той же всей семьи рерихов это не был один человек и Людмила Васильевна была среди них и к сожалению на сегодняшний день у нас понятие культуры и это исходит в том числе от МЦР превратилось в культ в культ личности и в культ семьи рерихов это на уровне общества рериховских здесь конечно вина и тех кто недостаточно информирует недостаточно доносит какие-то проблемы и нюансы недостаточно широко научно преподносит осмысление наследия рерихов естественно это наша общая вина и бедавность в настоящее время и с этой точки зрения нельзя не учитывать мнение общественных организаций а вот здесь целая пачка я всех прочитала посланий которые высказывают свое мнение готовится конференция седьмого числа но я хочу сказать что к сожалению атмосфера внутри МЦР я через эту атмосферу проходила лично я была какое-то время непосредственным работником МЦР хранителем живописи и графики рерихов являюсь искусствоведом и музейщиком с 20-летним стажем поэтому я буду говорить как профессионал она вызывает множество опасений о которых здесь не говорилось конечно те единичные профессионалы ведь хранение учет коллекции это возможно только профессионалу к сожалению внутри МЦР в профессиональных работников было единицы и за последние годы практически все они были уволены или просто ушли из жизни из тех кого я знаю кто работал в фондах это Татьяна Георгиевна Ротард Ирина Владимировна Орловская но одному человеку сделать тот колоссальный объем работы описать фонды учесть их все и поставить на учет в министерстве культуры что очень важно то есть должна быть не только документация внутри музея она должна быть широко информирована на уровне государства потому что это не личная собственность тех кто работает в МЦР руководит в МЦР это государственная собственность это собственность всех нас и доступ информации у нас должен быть максимальный к сожалению из всех фондов которые переданы и Святославом Николаевичем Рерихом и затем которые сформировались в процессе работы МЦР то есть там тоже были созданы серьезные фонды они имеют отношение и к собраниям Рерихов и к их произведениям к современному искусству но учет поставлен в министерстве культуры то есть зарегистрировано на государственном уровне только небольшая часть это живописи графика Рерихов в МЦР хранится серьезный фонд мемориально вещевой это личные коллекции это вещи самих Рерихов все они зафиксированы только во внутримузейной МЦРовской документации и это серьезная проблема архив по проблемам архива тоже поднимался серьезные вопросы со стороны министерства культуры в том числе тоже это документация которая фигурирует и работает только внутри МЦР государство фактически не имеет документов по которым было бы все учтено и зарегистрировано то есть государство все таки это и представитель нас с вами это один момент другой момент касающийся сохранности есть проблемы с сохранностью произведения Рерихов внутри Международного Центра Рерихов и музея это я говорю ответственно как искусствовед исследователь и как бывший хранитель живописи и графики Рерихов в МЦР такие проблемы существуют и они связаны именно с недостатком профессионалов в недрах музея это серьезный вопрос другой момент духовно-нравственная атмосфера но по некоторым как бы разговорам я знаю что ну Александр Прохорович сам возможно ответит на этот вопрос президент МЦР не считает нужным выступать на предстоящей конференции и я его лично понимаю потому что атмосфера настолько внутри МЦР лишена культурных взаимоотношений взаимоуважительных там может быть только одна официальная точка зрения никакого диалога к сожалению за последние годы там было невозможно и через вот эту ситуацию проходили многие люди и здесь присутствующие в том числе и Алена Адамкова которая многие годы самоотверженно создавала и хранила наследие Рерихов в Кулу и Андрей Валерьевич Клюев который самоотверженно работал в центре музея создавал уникальный фотоархив всех экспонатов музея и к сожалению мне тоже лично пришлось проходить через вот эту недопустимую духовно-нравственную атмосферу я бы ее назвала воинствующим невежеством ни много ни мало к сожалению такое существует и в Рериховской среде и внутри МЦР и конечно проблемы надо решать несомненно и современная историческая ситуация требует консолидации сил и государственных и общественных регламент пожалуйста вы сейчас за всех скажете общественный совет это необходим как общественно государственный орган переходного периода но и еще одно предложение все-таки не отказываться президенту МЦР от выступления на конференции в МЦР потому что это шанс донести до Рериховских обществ другую точку зрения возможности конечно надо этим шансом воспользоваться спасибо спасибо хотел бы слово предоставить Зайцевой Галине Алексеевне я благодарю за предоставленную мне высокую честь возможность выступить достойно интеллектуальном высоком собрании если коротко Людмила Васильевна пригласила нас экокультуры меня лично в 2006 в 2007 годах для работы появления ресурсного потенциала МЦР и музея для того чтобы определить возможности зарабатывания денег пришел мастер-банк и при отсутствии закона о меценатах стал оказывать серьезнейшую помощь в разные годы свыше 100 миллионов на функционер МЦР это сделало возможным реализацию массы видов деятельности в том числе блестящую издательскую деятельность и так далее но это же прекратило усилия организации по развитию видов деятельности которые приносили бы доход при финансовом крахе этого банка МЦР оказался наедине с обрушившимися финансовыми проблемами без пяти минут банкротом с долгами по коммуналке по зарплате сотрудникам составляющим десятки миллионов рублей приближающееся банкротство лишает организацию гибко и свободно просить помощь в том числе и бюджетную тем более что к этому времени постепенно сложился имидж организации которая не переговороспособна вместе с тем МЦР неотделим антрерихского движения является центральной организацией по публичному представлению наследия семьи Рерихов управляет потрясающими уникальными музейными фондами ряд фондов не стоит на учете как негосударственная часть музейного фонда это вызывает крайнее беспокойство Министерства культуры России так и всех граждан кому не безразлична судьба наследия и является вот тем оселком которые трудны затрудняет диалог с другой стороны как никогда государство нуждается в помощи со стороны Рериховского движения для разъяснения его позиции в новом многополярном мире для становления имиджа государства через актуализацию наследия как никогда правительски звучит концепция Рериха мир через культуру сейчас медлить нельзя все цитируют эту фразу да сейчас действительно нужен диалог с государством взаимно необходимый как Рериховскому движению так и государству он нужен для реализации накопленного конструктивного опыта работы с наследием для сохранения уникальных кадров МЦР для использования испольности использования их возможностей и опыта сплочения людей под знамением Рериха я также не боюсь этого слова пропаганды Рериховских идей в настоящее время ученые которые работают в сфере Рериховедения и строящиеся строящие на основе философского учения Рерихов мировоззренческие концепции должны быть особенно востребованы это все вы Россия в их лице может предложить миру выход из цивилизационного тупика которому приводит бездуховность общество потребления диалог государства и Рериховского движения может и должен строиться в форме государственно-общественного партнерства формы государственно-частного партнерства и государственно-общественного партнерства существуют Они существуют даже при отсутствии правового поля в России. Есть положительные практики и счастливые исключения. Государственно-частное партнерство Михаил Юрьевич Лермонтов-Середнякова. Это государственная общественная организация, российское военно-историческое общество РВИО. Основной вектор, тренд развития конструктивного сотрудничества может стать международный крупнейший конгрессно-выставочный проект, основу которого составит конгрессное продвижение ЭДИ Рериха и высокотехнологичная передвижная выставка с обязательным условием, серьезным медиасопровождением на самом высоком уровне. Места возможного проведения – это страны БРИКС и другие, естественно, страны. Естественными партнерами проекта могут стать Министерство иностранных дел, Минкультура, Академия художеств – все, что здесь говорилось. Не называли только, извините, географическое общество. Для выхода из кризиса нужно, прежде всего, его осознать. На начальном этапе может быть полезным межведомственная и междисциплинарная комиссия по наследию Рерихов, которая должна осуществлять общественный контроль за сохранением и публичным представлением наследия. Спасибо большое. К сожалению, у нас уже истекает время нашей дискуссии. Я передаю слово Михаилу Юрьевичу. Возвращаю его к действиям. Уважаемые коллеги, по нашей программе мы должны перейти к формированию заключительных рекомендаций нашего круглого стола. И некоторые впечатления от нашего сегодняшнего обсуждения, они такие, что, конечно, где-то внутри так болит ситуация, что хотелось бы ее выплеснуть на эту площадку. Но я вас всех благодарю, что мы этого не сделали, потому что провокации в этом направлении были непрерывны. Непрерывно, чтобы мы здесь с вами превратились в тех, кто грязное белье предъявляет на экранах всемирной паутины. И этого ни в коем случае нельзя делать с той драгоценностью, которая у нас у всех в руках. И еще раз повторю, что наша главная задача всех – это духовное наследие Рерихов. Мы его называем философское, литературное, но это наследие наших духовных скреп. Представьте себе то, что сегодня происходит в мире. У нас недавно был круглый стол, и мы задавали такой вопрос. А какая сила могла бы, сила научная или сила духовная, религиозная, могла бы объединить враждующие в мире стороны? Есть ли религия, которая могла бы сказать, вот я буду? Нет. Есть ли чьи-то интересы, силы, базы вооруженные, которые могли бы сказать, мы будем умиротворять весь этот мир? Есть ли какие-то люди, которые бы сегодня вышли и сказали, что да, весь мир вокруг моих идей соединится? И тут мы вдруг понимаем, что драгоценность наследия Рерихов именно в том, что они миру всему предъявили этику и культуру как те параметры порядка, которые не вызывают сомнения, ну, по крайней мере, у разумных от народов всей планеты, что именно эти основания могли бы стать новой институцией мироустройства. И мы с вами сегодня говорим о том, и я пытаюсь донести, надеюсь, это понятно, что если мы действительно как сообщество, сообщество, сохраняющее и предъявляющее наследие Рерихов, сумеем сложить национальный, мировой проект предъявления этого наследия и предложим его как элемент государственной стратегии действия, стратегии действия в современных очень непростых условиях, в тех условиях, в которых, недавно, вы знаете, подписано соглашение о строительстве великого шелкового пути в его экономической части. Но там нет гуманитарной части, потому что, опять, мы не можем предъявить, оно у нас есть, мы вот с вами здесь, как бы, это обсуждаем и понимаем, какое это богатство. Мы в то же время понимаем, что сегодня наши коллеги из Горного Алтая, они вообще первые, те, кто несут ноосферную идею для своей территории уже в институциональном виде. И вот я, к своему счастью, отправляюсь сегодня же в город Алтай, потому что там будет общественная палата, проводите по этому поводу конференцию. Я хочу сказать, что, конечно, все те предложения, которые поступили, я бы попросил нашего куратора в аппарате общественной палате, вот, Ниточкина, Фёдора Васильевича, во-первых, поблагодарить коллеги. Это совершенно невероятная работа, которую он совершил для того, чтобы нас здесь собрать. Но я бы попросил, да, все вот эти поступившие обращения к нам где-то на облаке выставить. Ну, понятно, да, чтобы была ссылка, что там, чтобы все могли ознакомиться, чтобы не было никакого представления о том, что происходит что-то тут, как говорится, за скрытыми дверями. В то же время мы могли бы там же разместить и запись, ну, звуковую запись. Я не думаю, что мы сможем там разместить видеозапись, но звуковую мы могли бы разместить. Да, и, конечно, спасибо. И, конечно, вот ситуация в центре Рерихов, та конференция, которая будет, я не знаю, что вам пожелать. Здравого смысла. Ну, надо найти все-таки согласие. Вы понимаете, что пока отношения внутри будут на этом уровне, а почему я на себя взял смелость и принял решение не приглашать вот тех людей, которые, как говорится, не пришли. Потому что меня пригласили. Я пришел, мы провели очень конструктивные, с моей точки зрения, переговоры. И как только, ну, не как только, а потом, когда я ознакомился с текстами, как вот тут коллеги говорили, в интернете, размещенными уже и посвященными именно нашему круглому столу, которые были наполнены совершенно деконструкцией и разногласиями, я решил, что мы не будем эту тему ни в коем случае поднимать. Может ли быть общественная палата участником внутри корпоративных решений? Я не думаю, что сейчас это тоже нужно делать. А вот вопрос о создании, ну, мы ее называем рабочей группы, или, вот у Алексея Анатольевича были хорошие там тоже эти названия, но это может быть, понимаете, совет старейшин рериховского движения, который возьмет на себя сегодня эту миссию наследия управления Людмилы Васильевны. Но координация взаимодействия между общественными организациями и государством – это функция общественной палаты. Здесь я могу взять на себя эту функцию и в рамках полномочия общественной палаты создать, пригласить вас в эту рабочую группу, и мы, конечно, обсудим, кто готов в этой группе работать, но это действительно должна быть подготовка дорожной карты для рейлисовского движения в современном мире. И предложения мы все будем принимать, в том числе, которые поступили и которые еще будут поступать. И в этом документе, в этой дорожной карте, конечно, должен быть набор проектов. Еще раз вас всех призываю к мышлению проектному. Вы понимаете, в каком состоянии сегодня государство находится с точки зрения финансов. Ни один проект не будет финансироваться, если он не носит характер решения национальных проблем, с точки зрения национальной стратегии, развития государства. И мы в состоянии сегодня на основании духовного наследия рейлихов такую программу сформулировать и подкрепить ее материальной поддержкой музеев, межмузейного сотрудничества. Ну и, конечно, господа, понятно, что если мы не приведем в соответствии с действующим законодательством эти отношения, я имею в виду музейный фонд, который должен вместить в себя все наследие. Ну, как бы очевидно, что это там должно оказаться. Все, что там не оказывается, значит, уже за пределами правовых норм. Теперь то, что мы могли бы сейчас с вами принять без, как говорится, голосования, но совершенно очевидно. Мы должны отдать дань Дмилу Васильевне в наших рекомендациях. Мы должны отдать дань музею рейлихов, который уже только лет существует и который является собой образец высочайшей самоотверженности и этого человека, и тех людей, которые формировали это пространство. Мы должны сказать в наших рекомендациях, что государство просто обязательно должно поддерживать проекты и продвижение идей рейлихов. Что еще? Теперь, коллеги, реплики. Реплики. Конечно, конечно, сейчас я вижу Вашу руку. Я сейчас предлагаю перейти к репликам. Реплика – это одно предложение. Да, нет, вот Елена Григорьевна просила, первая, да, от нее записочка была. Российская кодеку наук и связи России. Спасибо большое, что мы обратились к ученым тоже. Мы думаем, что стало время все-таки сотрудничества. Это первое. Второе. Хотела бы напомнить, что путь в Индию у рейлиха начался в Карелии и Финляндии. Рейлих, конечно, писал страну всю историю... Рейлих, русско-скандинавских, связи вместе с Горьким, Леонидом Андреевым, Кандинским и Ильей Репиным, уже звучавшим здесь. Но Рейлих оказался в эпицентре военных действий во время гражданской войны в Финляндии. Даже я сама в своих ранних книгах, молодой финской армии между белыми гарнизонами и между красноармейцами, кого поддерживать. И вот отсюда та тяга к единству. И даже слово Юхенлахте, где он жил, он переводил не как единый залив, одинокий залив, как на самом деле переводится с финского, а как залив единения. То есть вот отсюда идет этот путь. Ну, должны сказать, что новые документы, которые мы подготовили к печати, касающиеся жизни Рейлиха на севере и его выставок, они говорят об удивительных вещах. Ну, во-первых, о том, что Рейлих I предлагает человечеству не утопию, он не ставит проблему, он принимает решение. И это решение нам знакомо по философии еще Вольтера. Это возделывает свой сад, трудится. То есть он делает картины, он преподает, и эти картины он выставляет на выставках во враждующих странах. И на него обрушивается критика. Критика Финляндии, Швеции, Дании. Это очень жесткая критика, она не комплементарная, но она создала образ России. Причем образ России положительный. То есть Рейлих открывает им эгологию, так вот в современном науке понятие такое. То есть образ России в иноязычной культуре. Я думаю, что вот этот опыт очень ценный. И, кстати говоря, он и Рейлих там был не один. Майя Ласила, знаменитый автор романа «За спичками», всем известный по фильму с Леонидом Леоном. Леонидом, ой, извините. Леон, как имя? Евгением Леоновым, да. Вот Майя Ласила, он живет на соседней улице. И в том же январе 1918 года его убивают в Сартовало, поскольку он поддерживал красноармейцев. И вот в этой ситуации жил Рейлих. Я хочу это поддержать, что насколько все было сложно. И вот Рейлих смог найти идею объединиться в экстремальной ситуации в воюющем мире. Я думаю, что это было искусство. Искусство, которое он предложил. Вот это, наверное, самое главное. Хорошо, Елена Героевна. Но сегодня мы все-таки переходим к формату возделывания дикости. Еще тогда можно было говорить про сад, но то, что мы сейчас видим... Спасибо. Еще одна заявочка была Светохина, Галина Борисовна. На реплику, да. Спасибо. Уважаемые коллеги, участники круглого стола, мне хотелось бы отметить, что сегодня это большое благо, что мы встретились и посмотрели в глаза друг к другу. Мы 25 лет, наверное, многие не видели и не знали. По крайней мере, я сегодня с радостью увидела лица, которых... Ну, слышала фамилии, там что-то слышала, но сегодня конкретно. Очень важно говорить на уровне общественного движения Рейлиховского. На мой взгляд, я как представитель, ну вот на сегодняшний день преподавательского состава вуза, я кандидат философских наук доцент Уфимского государственного университета экономики и сервиса, испытываю очень много проблем в научной сфере. И мне думается, что вот если будет создаваться комиссия, ну, по нахождению каких-то точек соприкосновения для решения очень важных вопросов, в которых нельзя ни международный центр, ни в коей мере его деятельностью молить, ни достижение других представителей Рейлиховского движения, ну, их объединить, мне думается, может, вот именно наука, философия. И, в частности, научные исследования в нахождении целостного подхода исследовательского, который чётко представлен в учении живой этики, и он имеет свои истоки и основания в русско-философской мысли. Очень чётко представлен в работах Соловьёва, Бердяева, Трубецких братьев Булгакова, Флоренского и других, которые говорят о принципе трипостасности основ бытия. Вот когда мы, учёные и исследователи, представители образования нашего, сумеем найти точки соприкосновения, вот тогда это наше соприкосновение, этот синтез, он, конечно, пойдёт в общество и найдёт, я так думаю, гармоничные способы реализации в нашей жизни и обществе. Поэтому очень и это самое главное, оно может пойти на более высокий уровень осмысления этих рериховских идей, на международный уровень, поскольку это имеет отношение к принципам, лежащим в основании бытия, к философским мировоззренческим принципам. И, конечно, это послужит России для её укрепления позиций в мире, для привлечения всех людей доброй воли к России и стремления сотрудничать культурно, научно. Поэтому вот большой вопрос, на мой взгляд, важно собирать на конференции, может быть, на семинары людей, которые имеют научные наработки и которыми можно было бы обмениваться взаимно, находить точки соприкосновения. Сегодня, к сожалению, далеко ещё не всегда можно почувствовать... — Понятно. Согласен. Призыве согласен. Мы его разделяем. Спасибо за поддержку. — Спасибо. Спасибо. — У меня, кажется, очередь. Всем дам. — Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Дорогие друзья, дорогие коллеги, скажем так, я представитель государственной организации и не рерихового движения, значит, директор Музея Востока. Хочу вам сказать, что в музее хранится около свыше 140 тысяч музейных предметов. Коллекция рерихов, то, что мы имеем, она в количестве 1560 музейных предметов. Это чтобы понять соотношение того, что такое Музей Востока и что такое... Это не музей Рериха. Но, тем не менее, мы храним и выставляем нашу коллекцию. И я просто хотел сказать несколько слов о том, что уже делается такая государственная организация, как наш музей. В этом году мы разработали и успешно реализуем в сотрудничестве с нашими питерскими, с петербургскими коллегами цикл мероприятий, посвященных 80-летию Пакту Рериха, который будет венчаться выставкой 26 октября, который я всех предлагаю. Впервые в России будут выставлены две программные, как говорят, картины Николая Рериха и собрание Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Милости прошу на открытие. Мы начали работу и, видимо, в начале, в конце этого года или в начале следующего будет общедоступный портал наследия Рериха, который можно будет... На котором будут выложены все имеющиеся у нас материалы и картины, музейные предметы и архив Кэтрин Кэмпбелл, который мы несколько десятков лет назад получили. Всё оцифровано будет выложено на этом портале. Так что смею вас заверить, что работа определённая идёт. И, наконец, последнее я хотел бы, всё-таки, Михаил Юрьевич, чтобы вот это вот наше общее собрание, помимо идей организации некого совета, или, как было сказано, совета старейшего рериха, рериховского движения, всё-таки отметила то, что... Вот я прочитал в обращении нашего бывшего министра культуры, ныне посла в Ватикане, господина Авдеева, это поддержать усилия Александра Прохоровича Лосюкова. Правда, я в его выступлении не услышал, ну, что ли, такой стройной программы того, что он предлагает. Но насколько я мог понять, из-за этого материала она такая программа существует. Александр Прохорович, я как раз хотел об этом сказать и просить от нашего круглого стола Александра Прохоровича донести до конференции позицию, которая здесь будет сформирована, мы её оформим как рекомендация. И если вы не возражаете, давайте это и примем решение. И всё-таки я бы наставил, чтобы поддержку именно идеи Александра Прохоровича Лосюкова. Владимир Леонидович Мельников, пожалуйста. Спасибо большое. Я только одно хочу такое предложение. Коллеги, у нас телеграфный режим. Одно предложить. Одно предложение. Вот поддержать создание Совета Старейшин и попросить Григорьеву Рениту Андрееву её возглавить. Коллеги, я предлагаю организационную работу здесь не проводить. Я просто хотел... Вот сейчас мы завершим, вы можете создавать. Я хочу только добавить, что я здесь нахожусь не как сотрудник Государственного музея, не столько как сотрудник, а как председатель правления общественного фонда «Рериховское наследие», который много лет поддерживает «Рериховское наследие» во всех регионах, не только России, но и мира. И вот только одно сообщение. 9-11 октября в Санкт-Петербургском государственном армитаже, в университете, который Николай Ксеньевич Рерих окончил, и в Санкт-Петербургском государственном музее-институте при нашей поддержке проходит уже 15-я конференция «Рериховское наследие». Милости просим всех, кто хочет присутствовать, участвовать. Мы всегда всем открыты, всегда всем рады. И поддержать любую инициативу тоже готовы. Спасибо. Елена Николаевна Чернозёмова. Коллеги, если вы больше одного предложения будете говорить, я вынужден буду прекратить эту дискуссию. Поэтому уважайте тех, кто ещё хотел бы сказать. Хорошо? Спасибо. Я очень рада видеть сегодня тех, кто много лет работал в научном семинаре Центра Рерихов. Все, по сути дела, члены здесь присутствующие выступили. Благодарю их за высоту и глубину мысли. У меня есть практическое предложение называть совет старейших советом мудрейших. И обратить внимание ещё на такое общественное движение, член, который у нас тоже сегодня присутствует, которое называется «День культуры». И вот эти люди как раз способствовали тому, что в России прошёл год культуры и способствовали тому, что мне пришлось стать членом Совета по культурной политике, Совета Федерации и активно внедрять идеи Рерихов в те основы государственной политики, которые были приняты. Поэтому я считаю, что работать сейчас на то, что там происходит. Спасибо. Конечно. Спасибо. Вот там был, да, коллега. Пожалуйста. Вы думаете, что здесь присутствующие одинаково воспринимают услышанное на круглом столе? Прозвучало в выступлениях очень много подмен, переворачивание с ног на голову. И фактически утаивание воли Святослава Николаевича и его концепции по созданию общественного музея. И Людмила Васильевна была хранителем именно вот этого статуса общественного музея. Да, это не было предметом нашего рассмотрения. Спасибо. И мы дальше будем продолжать хранить этот статус. Да никто не против этого статуса. Почему так все время все думают, что кто-то против общественного статуса? Анатолий Владимирович Салович, пожалуйста. Слышно, да? Наши общественные организации, Лига защиты культуры и Рериховского общества города Пенс были одним из первых, кто начал с конца 2013 года поднимать... Коллеги, я прошу, без самопрезентации, только предложение. Нет, это презентация. Идея общественного государственного партнёрства в Рериховском движении. Но, к сожалению, ни в МЦР, ни в Рериховском движении этой идее не нашла должной поддержки, хотя справедливости ради Международного совета Рериховского принципа. Предложения есть у вас? Давайте. Предложения такие. Позиции наши. Мы полностью поддерживаем создание новой общественной структуры, так как, по нашему мнению, МЦР в своей деятельности в следующем время отстаёт от реальной сегодняшнего дня происходящих изменений в России. Руководцы МЦР... Я опять... Всё, это не предложение. Спасибо. Вы передайте этот текст, мы его обязательно приобщим, но это не предложение к рекомендациям круглого стола. Наталья Александровна Тотс, пожалуйста. Я постараюсь вам не тратить. Не торопитесь. Вы знаете, вот всё впечатление от этого очень у нас замечательного заболевания. Говорите, всё о вас, кроме одного, о Рериховском движении... Вот так, да? Кроме Рериховского движения, которое существовало и существует за пределами МЦР. Это огромная масса людей с прекрасными совершенно проектами и так далее. Вот один музей Санкт-Петербурга чего стоит, если бы вы только знали. Но я хочу сказать, вот как предложение для дальнейшей нашей деятельности, что обязательно нужно каким-то образом, я не знаю каким, но вот чтобы кто-то оповестил и собрал информацию о том, а что же делается по стране вот за пределами. И тогда кто-то войдёт, может, молодые как раз люди и позитивные, и мыслящие, и всё такое прочее. В этот совет старейших или мудрейших, там тоже нужно такие... Полагаю, особую ценность центра и его коллектива. Это уникальный коллектив, драгоценный, который создан Людмилой Васильевной. Его особо надо оберегать и охранять. Так же, как и в режиме создания общественно-государственного центра. Перед нами, семьёй Флоренских, стоит эта задача. Мы создали музей, мы материальные собственники того, что там есть, мы семья. Но дальше мы пытаемся создать общественно-государственный музей. Мы столкнулись с очень многими трудностями. Полагаю, что и сейчас при перестройке Рериховского центра возникнут подобные трудности. Это надо учесть как очень болезненный и важный вопрос. Но сохранить именно коллектив центра необходим. Это уникальные люди, уникальный, ну извините меня про людей, штучный товар. Всё. Вот там, коллега, пожалуйста. Рудник Международного центра Рерихов. Вы знаете, очень сложно воспринимать столько критики в адрес Международного центра Рерихов, которая звучит из уст таких уважаемых людей. Очень часто эта критика, к сожалению, неконструктивна. Я считаю, что при обсуждении глобальных проблем сохранения Рериховского наследия необходимо учитывать весь спектр проблем, а не только проблемы Международного центра Рерихов. Более того, я считаю, что необходимо учитывать мнение коллектива Международного центра Рерихов на эти проблемы, его действующего руководства, а также правление Международного центра Рерихов, которая не согласна с действиями действующего президента Международного центра Рерихов Александра Плоховича Лысюкова. Также необходимо учесть мнение конференции Международного центра Рерихов, которая состоится в ближайшее время. И еще, здесь много упоминалось о Святославе Николаевиче Рерихе. Святослав Николаевич всегда поддерживал общественный статус Международного центра Рерихов. Людмила Васильевна делала то же самое. Здесь упоминалась декларация прав культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева. Так вот, Дмитрий Сергеевич Лихачев всегда поддерживал общественный негустарственный статус Международного центра Рерихов. Все эти люди всегда считали, что Международный центр Рерихов и его общественный музей не должны становиться государственными, потому что таким образом будет нарушена воля Рерихов. Спасибо. Участникам круглого стола и будущей группе, которая будет создана, хочется пожелать объективности, чтобы эти все моменты были учтены. Спасибо. Спасибо, коллега. Но ни в коей мере ни один из выступающих не подвергал сомнению общественный статус. Те, кто говорит о том, что эта проблема есть, это только вы. Больше никто об этом не говорил. Понимаете, это как-то выглядит нелепо совсем. Пожалуйста. Иванов Игорь Викторович. Я считаю, что эта проблема существует, что решение данной конференции, в принципе, оно, конечно, предзаданное. Как вот реагируем. Я совершенно согласен с предыдущим выступающим. Дело в том, что мы все воспитаны в советское время, и мы не представляем себе, что такое общественная культура. Рерих же знал, как организована культура в Америке и в Индии. Он доверил выставку, которая сейчас находится в музее. Коллега, у нас режим предложения. Хорошо, режим одного. У вас есть предложение? Давайте. Сохранить общественный, никакой не общественно-государственный, общественный характер Международного центра Рерихов, просить правительства о материальной помощи этому центру. Поддерживаем. Мы с этого с вами начали. Коллеги, опять, почему возникает какой-то вопрос о сомнениях в общественном статусе? Конечно, он общественный, но у нас не проблема центра Рерихов здесь сегодня внутри корпоративной. Вы это рассмотрите на конференции. Ещё предложение в рекомендации круглого стола, а не центру Рерихов. Пожалуйста. Можно мне реплику насчёт общественного статуса центра Рерихов? Дело в том, что я историк, и я совсем недавно, буквально год назад, подарил центру Рерихов скопированные мной материалы из архива Российской Федерации. Вот я очень советую тем господам, которые так уж рьяно утверждают, что якобы Святослав только настаивал на общественном статусе этого центра, ознакомиться с этими документами, а не говорить просто так. Спасибо. Коллеги, мы завершаем. Мне кажется, что наша площадка более чем общественная, площадка общественной палаты. Если у кого-то есть сомнения, откройте закон об общественной палате Российской Федерации. Если у кого-то есть сомнения, что у нас есть полномочия рассматривать отношения общественных организаций, в том числе и Международного Рериховского центра, и государства, то же самое обращаю вас к действующему законодательству. Я ещё раз вас всех искренно благодарю. Я надеюсь, что те вопросы, которые поднимаются как предмет для противостояния, ничего не стоят. Они решаются одномоментно. Я представляю, как они могут быть разрешены. Мы действительно в рекомендациях напишем то, что вы говорите, и то, что нам прислали региональное отделение. В этом нет никаких сомнений. Но для меня угроза и вызов тому, что без участия государства сбережение, сохранение наследия не может быть исполнено. Но не государство в виде государства частного партнёрства. Почему это вас так пугает? Вы всё время говорите о том, что надо, чтобы государство нам помогало. Так это и есть государственное партнёрство. Ну вы говорите, дайте денег у государства, а при этом вы говорите, нет, мы ваши не партнёры. Вот забудьте. Партнёры – это тогда, когда обе стороны друг с другом вступают в согласие. Всем спасибо. Если есть какие-то предложения, присылайте. Они все будут рассмотрены той рабочей группой, которую мы при общественной палате создадим. До свидания.